Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на нашем семинаре в Институте прикладной автоматизации и программирования. Наш институт является официальным образовательным центром клуба. Более подробно о клубе расскажет Михаил. Желаю всем приятного просмотра, прослушивания семинара, полезного времяпрепровождения. Хотела бы обратить только ваше внимание на сегодняшний регламент. С часу до двух будет большой часовой перерыв, предусматривается обед. Вас всех будут кормить обедом. Я за вами приду, это напротив кафе, одеваться не надо, просто перейти через холл. Большое спасибо. Добрый день, меня зовут Губанов Михаил Викторович. Я являюсь координатором проекта «Экспертно-строительный клуб». Я очень надеюсь на то, что наш клуб в том формате, который сейчас диктует время, диктует ситуацию в стране и в мире, все-таки поможет вам остаться с нами, остаться, как мы понимаем, преимущественно в дистанционном формате. Не нужно делать секрет, не тайно, что, скорее всего, преимущественно мы будем работать с вами в дистанционном формате, то есть в виде вебинаров или каких-то, так сказать, онлайн семинаров и дискуссий, конференций. Сегодня вот у нас такое бочное мероприятие, которое называется «Неделя сменщика». Мы, разумеется, ждали здесь намного больше людей, и на самом деле мы вынуждены были отказывать, а пригласили только тех, кто записался на курс повышения квалификации на три дня. Значит, сегодня я хочу, безусловно, представить нашего одного из главных спикеров сегодняшнего дня, Валерий Матвеевич Симонович, который на данный момент будет, скажем, начинать, да, сегодня стартует и с лекции по первой части, и после обеда, после двух часов появится Татьяна Михайловна Шалыка, вторая часть будет ее, и она, соответственно, по программке она у вас перед глазами. Что еще я хочу сказать, что запись, которая сегодня будет вестись в течение сегодняшнего, конкретно сегодняшнего дня, она будет в конце, в итоге, отредактирована, разложена по разделам и выложена на файлообменники, и все, кто сегодня у нас присутствует в зале, и все, кто дистанционно участвует, может присматривать тот материал, который представлен сегодняшним лекторами, сегодняшним экспертами. Если какие-то вопросы есть, вы знаете наши телефоны, я больше не хочу задерживать вас, отвлекать, я передаю слово Валерию Матвеевичу, спасибо за внимание, ну, скажем так, спасибо за то, что вы пришли и не побоялись в это достаточно непростое время, спасибо. А вот здесь у меня есть, ну пусть здесь на всякий случай. Так, можно начинать, да? Ну еще раз доброе утро Меня представили Вопросы будут какие мне Давайте мы договоримся Если, ну я как-то привык уже Если вопросы очень Звободневные И именно по той теме, которую я освещаю Вы можете даже с места задавать вопросы В общем-то Но только По тем темам, по той тематике Которая у нас в программе с вами Потому что я к чему Потому что я пришел к такому выводу давно уже Если мы будем Метаться в разные стороны То для тех, которые Очень сильно подкованы Образованы, для них это все понятно А у тех, которые Специализируются, например В одном направлении в каком-то Им будет это сложно освещать Поэтому давайте так Если что-то останется Неотвеченное То в этом случае Вот мы специально Перерыв у нас будет Какой-то, да И после этого перерыва Или вы эти вопросы зададите И естественно Будет по ним ответ Ну естественно У нас порядок с вами следующий К сожалению или к счастью Мы с вами Наша деятельность связана С исполнением Отдельных положений Которые изложены В законодательных и нормативных документах Поэтому Сверх того Что написано в этих документах Естественно Ни я, ни вы Не имеете права В общем-то Стоимостью Сметы на строительство Объекта Там расчеты За выполненные работы И так далее Осуществляется В том порядке Которые Непосредственно Этой структурой Определены Ну Общие правила Мы Естественно Обязаны Ими руководствоваться И обязаны Непосредственно Не только их знать Но и использовать Что мне в последнее время Может быть нравится А может не совсем нравится Дело все в том Что Вы Как бы сегодня Ну или в последнее время Когда Усиленно Или чаще всего Применяется Непосредственно Сметные программы На электронных носителей Поэтому Все вопросы Связаны с ценообразованием И с метным нормированием У вас Когда уходит Уходит как-то В дальний Угол И Как я пришел К определенному выводу Что Многих правил В общем-то Или отдельные правила Просто сметчики И не думают И не знают И иногда И не хотят думать И знать о них Поэтому Все понятно Что Эти программы Они облегчают Жизнь сметчиков Но В результате Не позволяют Нас следить За тем последним Может быть Далеко значащим Которое нужно Если Может быть И не напрямую А подсознательно Представлять Для того Чтобы Особенно это важно Когда принимаются Определенные решения И когда Общение Идет с Экспертизой Проверяющими С контролирующими Органами И так далее Здесь Всегда Побеждает Тот Кто Больше Знает Или если Не знает То знает Где найти Ответ На этот вопрос Поэтому Я с этим Сам Энное количество Рассталкивался Ну и Пришел К выводу Что Побеждает Не сильнейший С точки зрения Мускул А тот Располагает Ну Большими Данными В сфере Своей деятельности Не только Данными Но и Непосредственно Порядок Использования Этих Всех Документов Ну Не буду Больше Преамбу Начнем Сразу же Непосредственно По нашей Программе Ну С чего Я решил Начать Хотя Мы и Написали Здесь Что У нас Непосредственно Обзор Вот Текущих Изменений Но я хотел бы Начать Знаете С какого С 2016 Года Чем Знаменит 2016 Год Да 2016 Год Знаменит Тем Что Во-первых Что первое Появилось Во-первых Появилось Что Было Заседание Государственного Совета Летом И опять же Там задали Вопрос А почему Мы так Дорого Строим А нельзя Ли подешевле И В чем Причина В этом Да И тогда Вы знаете Что Появилось Тогда Непосредственно Решили Что Самый Простой Способ Для того Чтобы это Было Дешево И сердито Это Ресурсный Метод Это Панацея От всех Наших Болезней Как только Мы Ресурсный Метод Применим В этом Случае Все Будет Дешево И сердито Но Вот это Началось С 16 Года И поэтому В связи с тем Что Сказали Что Нужно Готовиться К ресурсному Методу В полном Смысле Этого Слова Хотя И сегодня Ресурсный Метод Применяют В отдельных Случаах Но На законодательном Уровне Чтобы Это Единственный Неповторимый Способ Об этом Пока Никто Нигде Не прописал И второе Что в 16 Году Сделали Это Как бы Повысили Статус Ценообразования И сметного Нормирования Если До 2016 Года Вопросы Ценообразования Было Освещены В методиках И методических Документах Которые В свое время Готовили Госстрой Потом Минрегион Потом Опять Госстрой Теперь уже России Потом Минстрой А Дело Все в том Что статус Вопросов Ценообразования Смертного Нормирования Был резко Повышен Появились Федеральные Законы О которых Мы будем Говорить Появились Постановления Правительства Российской Федерации Которые Как бы Конкретно Указал На Те проблемы Которые Есть И как Они Решаются А до Этого же Момента Ну так Практически Ну то что я Помню Там сходу Что касается Какие Были Постановления Правительства Это 145 По Экспертизе Потом 427 Постановление О Порядке Проверки Сметной Документации На Предмет Достоверности Сюда Вставили Вот эти Укрупненные Сметные Нормативы Федеральные Реестры И так Далее И тому Подобное Вот В принципе А то что касается Законов По Ценообразованию Ну общие Фразы Были Естественно Но таких Конкретных Разъяснений И моментов Их вообще Не существовало Но Вот с этого Момента С этих Годов Примерно Усиленно Началась Непосредственно Разработка Этих Серьезных Документов Что в результате А в результате Получилось Что Градостроительный Кодекс Пополнился Вот эти Самые Вторым Разделом Касается Ценообразования Статья 8.3 Которые Там Опять Эти вопросы Касаемые Непосредственно Ценообразования В первой Статье Появились Непосредственно Определения И понятия Которые В общем-то К сожалению Не противоречат Нашей Любимой 35 Методике Но Ну я Почему Почему Я говорю Любимой Потому что Может быть Сарказмом С некоторым Но она Как бы Позволила Ну как бы Сконцентрировала Все положения Касающиеся Ценообразования В строительстве И вопросы Составления Смертной Документации Ну к сожалению 35 методику Или к счастью Ее до сих пор Никак не могут Пересмотреть И я думаю Что И сейчас Наверное Это невозможно А когда Это будет Возможно Ну Когда Представятся Вот эти Условия Как у нас Погода В Санкт-Петербурге Идут дожди Дожди И вдруг Длительный Период Времени Вдруг Появляется Солнышко Вот когда Солнышко Будет Вопросы Ценообразования Смертной Нормировки Когда Погодные Условия Не будут Меняться Тогда Наверное Есть смысл И будет Переделать В том числе И 35 методика Я не знаю Как она будет Названа В дальнейшем Может это Будет Не методика А положение Может она Будет Утверждена Постановлением Правительства И так далее И тому подобное А может Ее вообще Не будет Вот такие Вопросы Значит Еще раз В 16 Году Началось Вот это Очередной Этап Как у меня Написано Совершенствование Непосредственно Вопросов В том числе И ценообразования И смертного Нормирования Строительства Ну там Значимые Это Ну 368 Федеральный Закон Который В общем-то Это 3 июля 16 года Но он Не касался Вопросов Ценообразования Но он Касался Экспертизы И так далее И некоторых Других Позиций А непосредственно 369 Федеральный Закон Опять же От 3 июля 2016 Года Он В основном Касался Только вопросов Ценообразования И смертного Нормирования Это как бы Один из первых Моментов Еще какую-то Амбяку Устроили Вы знаете Что в 369 Году Решили Что Меня не видно Нужно Сесть Нет Я могу сесть Ну я просто Такая Очаровательная Публика Я как бы Как джентльмен Я Сейчас Я считал Что нужно Как бы Стоя с ними Говорить С очаровательными Дамами Понимаете Поэтому Ну я сейчас Тогда присяду Ладно Я думаю Что не принципиальный Вопрос Видят меня Или не видят Потому что Самое главное Что вы меня видели А остальные Хорошо это Или плохо Должны слышать Значит Вот это Видите То что я здесь Ну я Просто В прошлом году Выпустил книжечку Я просто с ней Решил взять Вот это Основные Что Это самое С 16 Года Все это Началось Да Что касается 369 Что там Неприятный момент Который я сегодня Опять Не совсем Понимаю Там Этот закон Определил Что Проверка Сметной документации На предмет Достоверности Касается Касается Не только Объект Как раньше Были По 427 Постановлению Написано И средств Государственного Бюджета Да Тогда Ущемили Интересы Непосредственно Я имею ввиду С точки зрения Вопросов Ценообразования Сметного Нормирования В общем Было заявлено Что Если объект Финансируется Из бюджетной Системы То есть Независимо от того Федеральный бюджет Республиканский бюджет Непосредственно Местный бюджет Или же Объект Финансируется Из средств В том числе И акционерных Обществ В уставном Капитале Который Доля Бюджетных И через день Составляет Более 50% Им тоже Заявили Ребята Вы тоже Свободу свою Потеряли Вы тоже Должны Выполнять Порядок Определенный Или установленный Для бюджетной Системы Вот это 369-й Федеральный закон Чему это Все говорю Сегодня Если вы Занимаетесь Составлением Сметной Документации И идете Непосредственно На экспертизу То в этом Случа Вы должны Это иметь Ввиду Что если Документацию Сметную Она направляет На экспертизу То При составлении Сметной Документации В обязательном Порядке Нужно Использовать Те положения Которые Установлены Вот на основании 369-го Федерального Закона Для всех Тех Которые Финансируются Слежбюджетной Системы Или в основном Капитале Которых 50 и более Процентов Актов Актов Бюджетных Учреждений Это же Распространили И на Ремонт Объектов Жилищного Ну Жилья Если же Есть Собранные Средства Собственников Непосредственно Фонд Капремонта То в этом Случа Они тоже В обязательном Порядке Должны Направлять На экспертизу И Раз на экспертизу Значит Все те положения Которых Мы с вами Чуть-чуть Будем Говорить Я Почему я С этого Начал Потому что Все это Остальное О чем мы Должны Сегодня Говорить На сегодняшний Момент Продолжение После 369 Федерального Закона Это как бы Уточнение И изменение Ну Плохо Наверное Что Сразу же Не рождается Документ Который В общем-то Неизменный И Будет действовать Тенное Количество Лет Ну Существует Такое Определенное Правило У нас Или Ну мы Сами Это Понимаем Что По принципу Как говорят Умная Мысля Приходит После того Когда мы Проснемся Но там По-другому Доктуется Поэтому Получается Что Чем больше Мы думаем Над этой Проблемой Чем Чаще Сталкиваемся Тем Больше Получается Ну Больше Нюансов Больше Ограничений Которые Каким-то Образом Нужно Непосредственно Описать Законодательных Нормативных Документов Вот Вот С чего Это все Началось И тогда После этого Что вышло А после этого Вышло Следующее Вот Это 369 Вот То что я Говорю 8.3 Статьи Появились На основании 369 Федеральный Реестр Действующих Документов Если он Был только Прописан Раньше В 427 То что Мы Говорили Здесь Это Определение И понятие Порядок И утверждено Включили Городостроительный Кодекс В общем Много Чего Поменялись Вот Видите Там Прописано То что Я вам Сказал Сместо Состояние Строительства Объектов Капитального Строительства Финансируемых С привлечением Средств Бюджетов Бюджетной Систем Российской Федерации То что Я Перечислил Или же Доля От этих Вложений Или доли Акций Бюджетной Среды Составляет Более 50% Или же Капитальный Ремонт Многоквартирного Дома Существляется Полностью Частично За счет Средств Регионального Оператора Товарищей Со Собственников Жилищного Жилищно-строительного Кооператива Или Иного Специализированного Потребительского Кооператива Либо Средств Собственников В помещении На Многоквартирном Доме Написано Определяется С обязательным Применением Сметных Нормативов Внесенных Федеральных Реестов Сметных Нормативов И Сметных Цен Строительных Ресурсов В иных Случаах Сметное Стоимость Строительства Объектов Капитального Строительства Определяется С применением Сметных Нормативов Внесенных Федеральных Реестов Сметных Нормативов И Сметных Цен Строительных Ресурсов Если Это Предусмотрено Федеральным Законом Или Договором Ну, вот, в принципе, вот то, что принципиально изменилось, да. Ну и здесь же было прописано, что нужно появить, должен быть у нас создан ГИС, федеральная государственная информационная система. И здесь же вот эти все методики, которых 5 методик были выпущены и 10 методических рекомендаций, которые, методики писали, что в обязательном порядке они должны применяться для определения сметной стоимости по объектам, которые финансируются из средств бюджетной системы и распространяются на ресурсный метод. Ну, методические документы, они, в принципе, ну, более там, такой конкретики жесткой не прописаны. Ну, было, вот это было все выпущено. Но! Но время течет, и все меняется. Дело все в том, что летом прошлого года опять был госсовет. И сказали, ребята, а чего у нас? Ничего опять не двигается. Понимаете? И тогда что сделали? 4 сентября прошлого года появились новые методические указания или новые методические рекомендации. Во-первых, которые отменили то, что было в 16-м году. Все практически. Сказали, об этом забудьте. Все тем сложности, все там, все там, можно сказать, несуразности. Какие несуразности? Например, там, если вы читаете методики по применению, например, расценок, там было пересмотрено по-другому. Мы из погон веков, я хотел сказать, с детства знаем, сметчики, что сметная цена материала включает затраты на приобретение, погрузка, тарый реквизит, транспортировка до непосредственно до приобъектного склада. И все, это цена материала. Непосредственно выгрузка с транспортного средства и перемещение этого материала непосредственно в рабочую зону, это учитываясь непосредственная расценка или нормой. Там написали совсем по-другому. Написали, что у нас в том числе и выгрузка с транспортного средства и чуть ли не подача в рабочую зону. Понимаете, ну, к счастью, это все поменялось. И теперь получается примерно то, что вот в этих последних действующих сентябрьских документах прошлого года, там практически осталось то же самое, которое было до того, до этих всех серьезных реорганизаций. Какой там еще ляпсус был? Ляпсус был о том, что нормативы заготовительно-сквозгарских расходов для оборудования там был изменен. Ну, я смотрю в последних, там было заготовительно-сквозгарские расходы на оборудование, применяется в размере полтора процента. Ну, вот опять в последних сентябрьских, опять вернулись к старым нормам, которые существовали, к старым нормативам, которые существовали и раньше, которые мы все знаем. Это два процента на материалы за исключением металлоконструкции, 0,75 на металлические конструкции и 1,2 на оборудование. Вернулись опять. Я к чему это все говорю еще? Потому что в связи с этими кардинальными изменениями, раз вы, еще раз повторяю, любите сметные программы, значит, в сметных программах вот это все должно быть изменено, откорректировано, потому что они должны быть, вот эти использованные, те положения, которые действующие на сегодняшний момент. Что еще произошло? То, что нам сейчас грядет. Ну, я потом подробнее расскажу еще. Получается, когда речь шла о том, что нужно, опять же, 369-й последующий, что нужно создавать в ГИС Федеральную государственную информационную систему, вот это самое. И в этом случае тогда вопрос возник о том, что, ребята, раз это в ГИС, значит, нужно наладить в стране сбор информации по основным материальным ресурсам, которые у нас учитываются непосредственно с нормами и расценками. Это оплата труда, это затраты и нормы, или продолжительность и перечень работы машин и механизмов, и непосредственно материальные ресурсы. Вот, по ним, получается, их нужно отслеживать. Потому что, если считать ресурсным методом, значит, вы знаете, чем отличается норма от расценки. Норма – это количество, которое из нормы умножено на цену ресурса, и таким образом у нас получается с вами расценка. Вот, в принципе. Ну, и тогда, что сделали? Во-первых, все региональные центры распустили. Сказали, что, ну, как бы сказали, вы можете заниматься информационной деятельностью. Но у нас есть самое главное. Мы вам не совсем верим. Есть, например, Росстат. Росстат будет должен непосредственно собирать эту информацию. Это непосредственно по той продукции и по тем данным, которые имеют место быть на территории Российской Федерации. Если материальные ресурсы идут из-за рубежа, то они проходят через таможню. И, естественно, с таможня должна поставлять информацию по цене материальных ресурсов, которые поступают на территорию Российской Федерации из-за рубежа. В связи с этим что возникло? Возникла проблема. А вот эти, получается, еще две структуры включили. Плюс к этому у нас уже в этот период времени и сейчас продолжает как минимум, но сейчас уже больше трех государств в это самое, как бы в едином таможенном пространстве, а сейчас их уже больше. И поэтому нужно же, чтобы они все говорили на одном и том же языке. В плане того, чтобы наименование ресурсов было однозначно, единица измерения тоже была единая. И самое непосредственное для использования в документах обороте коды материальных ресурсов должны быть тоже единые. И тогда что принялись? Сказали, что... Ну и плюс к этому еще, в связи с тем, что мы одним глазом поглядываем на Евросоюз, сказали, что нужно, наверное, и те правила, которые существуют в Евросоюзе, и тот порядок кодирования материальных ресурсов и те наименования, чтобы были, если за раз мы все не сможем сделать, но хотя бы частично к ним приблизиться. Вот в этом случае что это потребовало? Это потребовало, нужно все федеральные коды и наименования материальных ресурсов, и единицы измерения, нужно все присвоить новые. Вот это присвоить новые, это повлекло собой, и там были жесткие сроки установлены. В 2017 году появились новые коды, новые наименования. И теперь то, что вы знали непосредственно коды наизусть, и наименования наизусть, и дни из измерения тоже наизусть, и разыскивали информацию о материальных ресурсах, которые не учтены расценками. Ну, в основном это на монтажные работы было, ну и часть материальных ресурсов, которые были не учтены непосредственно с бомбниками на строительные, специальные строительные работы. Вот такая процедура. Коды переделали, раз коды переделали, значит, нужно, коды где у нас присутствуют? В сметных нормах и в расценках. Значит, сметные нормы и расценки нужно было привести в соответствие, или как у нас принято называть это слово сегодня, актуализировать. Вот и актуализировали после 2017 года. Ну, в конце, в начале 2017 года уже вышел этот документ. А вас актуализировали, значит, нужно было все нормы опять выпустить новые, и все расценки, фэры, выпустить новые. То, что касается терров, а терров, ребята, если у вас есть интерес гнаться за этими изменениями в территориальных базах, то давайте, и, соответственно, и в террах это все переделайте. Я думаю, мало нашлось таких смелых, которые, ну, это связано с денежными средствами, которые, естественно, и терры переделали под эти новые коды, наименование, единицы измерения. А порядок я вам сказал, что, потому что если это есть территориальные базы или отраслевые, значит, они должны в обязательном порядке попасть в федеральный реестр. А если они в федеральный реестр не попали, значит, они могут быть использованы только на отдельно взятой территории, в случае, если объект выносивается, и средств не бюджета, а, можно сказать, собственных средств. Хотя там тоже не поймешь, что творится. Почему я не понимаю? Потому что я здесь, например, был в Татнефти, я говорю, ребята, а у вас чего? Скажите, вы же акционерное общество, ваша республика имеет акции вашего ПАУ там и так далее. А вы как? Вообще, какое ваше отношение при составлении смертной документации? Я говорю, у вас, наверное, существует свой порядок определенный, который учитывает все особенности? Они, говорят, в принципе, существуют. Но что они дальше там делают внутри коллектива? Ну, я имя для того, чтобы... Это касается не только... Это всех структур касается непосредственно, которые... Вот эти акционерные общества, которые как бы... Которые как бы... Ну, хотелось бы им, чтобы это по своим правилам, установленным ранее, действовать. Но... Не знаю, как они из этой ситуации. Они мне... Никто не поделился своими тайнами Мадридского двора. Я говорю, а у вас как? Вы что, должны тогда забыть свою... Свою отраслевую базу? Да нет, мы ее не забываем. Ну, это уже непосредственно проблемы или вопросы, которые определяются или устанавливаются непосредственно в самом коллективе. Вот... Ну, в этом случае что сделали? А в этом случае... Мне сказали, что здесь не нужно было. Я хотел этот вопрос еще посвятить, но в двух словах. Вот для того, чтобы ответить на эти все вопросы, нужно вообще четко должно быть составлено задание на проектирование. Потому что 1 марта 2018 года 125-й там приказ Высшего Минства им утвердена типовая форма задание на проектирование. И вот эта типовая форма задание на проектирование как раз она должна решить многие вопросы, в том числе там есть пункт. Источник финансирования. Если, конечно, вот это не понаписали, что в 369-м федеральном законе прописано, да, бюджетная система там и так далее, доля акций составляет там 50 и более, а написали что-то там, то, что не заставляет использовать эти порядок, который определен непосредственно вот этим в 369-м, то это должно быть задание на проектирование за все указанное. О чем это говорит? Это говорит о том, что сразу же, по идее, освобождает от экспертизы сметной документации, ну, если это не попадает, да, но хотя, хотя отдельные акционерные общества, они иногда и в 49-м статье это прописано, и в отказе, они иногда просто заинтересованы по прохождению экспертизы сметной документации. Для чего это заинтересовано? Когда собрание акционеров, они говорят, вот у нас есть проверка сметной документации на предмет достоверности, да, и вот там экспертиза в своем заключении написала, что вот это наша идея, ее реализация составляет такую-то определенную сумму. Тогда, естественно, показывает это акционерам на собрании, говорит, мы уже вот это планируем, а возникает вопрос, а сколько нужно средств? Они говорят, вот есть заключение экспертизы. вот это заключение экспертизы, значит, как бы, когда, как у нас было принято такое выражение, как бы на ура между акционерами, они говорят, ну, экспертиза это орган, который, в общем-то, должен этим заниматься, государственно, и поэтому никаких обсуждений по этому вопросу просто не должно быть. я просто, извините, чуть-чуть подальше нашел это, начал это все с вами говорить вот с 2016 года, потому что в основном с 2016 года это все началось. Ну, как попутно я могу сказать вам, сегодня в 87-м поставлении прописано, что у нас не единственный, то есть там написано, что смертная документация составляется в текущем уровне цен на основании смертной нормативной базы по состоянию на 1 января 2000-е, да, с указанием обязательно квартал и год или ресурсным методом. То есть пока на сегодня вот это там, по-моему, 30-я статья или 30-й пункт или 31-й из 87-го постановления, он там четко прописан, это постановление с учетом соответствующих изменений, оно действует, поэтому для того, чтобы вам решить вопрос о ресурсной или базисно-индексной, мы более четкого определения, кроме того, которое прописано в 87-м постановлении о порядке разработки проектной документации и утверждения, другого ничего нет. Но опять же, каким методом, на какой период времени, это, опять же, если открываем 125-й приказ, там задание на проектирование, есть такая строчка уровень цен, в котором составляется проектная документация. И вот там должно, или способ, или метод, который применяется при составлении смертной документации, там это должно быть четко прописано. Если там этого не прописано, если это попадает в контрольные или в экспертизу, возникает вопрос, а почему вы непосредственно на основании какого документа непосредственно составили вот этот уровень цен смертной документации. Вот это нужно многие вещи, я говорю, вот это 125-е, я понимаю, что и с метчиком оно как бы интересно, извините, пожалуйста. алло, я пока занят, да, не, занят, занят, давайте вот самое, да, вот самое, в час 13, ладно, это можно, извините, ради бога, хорошо, когда не востребовано, а когда сильно востребовано, тоже ничего хорошего. Знаете, так успокоишь, думаешь, ну, никому не нужен, как это в песне, никого не слышу, никого не вижу, и дальше ничего никому не скажу, а потом начинается. вот это все понятно, там, там многие моменты, многие моменты, может, я потом чуть-чуть там на них остановлюсь, в общем, это те моменты, которые должны быть четко прописаны в задании проектирования. Что касается, если маленькое лирическое отступление делать, опять же, что касается, например, налоговых органов, они говорят, если составляете сметную документацию или проектную на капитальный ремонт, если вы даже написали локальная смета такая-то на капитальный ремонт, или сводный сметный расчет на капитальный ремонт, они говорят, а где у вас задание на проектирование, если у вас задание на проектирование вид работы или вид строительства не прописан, что это капитальный ремонт, они тогда говорят, нет, эти затраты не могут быть отнесены на себестоимость. Потому что элементарный момент, но это в обязательном порядке должно быть прописано непосредственно составлено задание на проектирование. Ну, я читаю. После часа. Понимаете, потому что в любом случае должно быть самым непосредственно вид строительства должен быть четко прописан. То есть я вам сказал, две позиции как бы уже или три даже. Уровень цен. Каким способом вы пересчитываете в текущий уровень цен должно быть прописано. И вид строительства должно быть в обязательном порядке прописано. Это для всех. Теперь еще один важный момент. Но я дальше не буду, наверное, обращать ваше внимание. С чего начинаются все проблемы? Вопрос ценообразования. Это наименование объекта строительства. Вот это нормально принятое наименование объекта строительства очень важно. Ну, почему это завязано, если говорить, например, для заказчиков. нужно или не нужно получать разрешение на строительство и проводить экспертизу, зависит от наименования. Там в 49 статье написано те случаи, когда не нужно. Ну, там 1500, там вот эти все объекты повторного применения и так далее и тому подобное. Вот это должно быть как бы определено. Теперь следующее, что получается. Если у нас есть непосредственно разрешение, нужно получать либо в ГАСНИ, либо в Абазотехнодзоре по объектам опасного производства, опять же, наименование указывает на то, что это... Я понимаю, оно может относиться к опасному, но есть объекты основного производства, есть вспомогательные. Понимаете? Поэтому, как будет написано наименование, в этом случае зависит, идти или не идти в Асттехнодзор. Например, напишите проходная для завода, не нужно. А если вы напишите завод по производству там и так далее, точка проходная, то, естественно, нужно идти в Асттехнодзор. Понимаете? Теперь многие вопросы. Вы знаете, что у нас для заводов средств непредвиденных есть для объекта производственного 3% или до 3% на непредвиденные, объектами непроизводственного до 2%. Если бы написали котельная, там, больница, то это объект производственного. Если бы написали больница, точка котельная, это будет объект непроизводственного назначения. Понимаете? Поэтому с этого начинается все. Если говорить о резервных средств, о затратах на временные здания и сооружения, норматив выбирается по наименованию объекта. Как назвали, так и будет. Я говорю, меня в Южном федеральном округе там задали вопрос, что нам делать с экспертизой? Я говорю, в чем причина? А причина в том, что мы назвали титул ремонт или реконструкция или строительство новой автомобильной дороги. А там, кроме дороги, естественно, на дороге всегда присутствуют непосредственно мосты в протяженности более 50. Если говорить о нормативе, норматив на дороге 4,2, а норматив на мосты 10,1. Вот если назвали дорогой, экспертив сказал, что вот 4,2 у нас средства на временные здания и сооружения. А дифференцировать нельзя. Говорят, дифференцировать можете, если написали дорогу с мостами там или через эти самые, через какие-то водотоки или еще протяженность, например, более 50 метров. Или если есть адрес, то конкретно на пикете на километре и так далее. Я им сказал, ни в коем случае. По наименованию. Наименование принято. Если говорить о капитальном ремонте, у нас тоже есть норматив общий на комплексный ремонт. Один норматив. Один по отдельным видам работ. Следующие нормативы. Если написали ремонт дома какого-то, это комплексный. Если ремонт кровли дома, то это соответствующий вид работ. А там, естественно, по-моему, ну, а посмотреть на дом в целом, например, будет больше по сравнению непосредственно одну кровлю. Сразу же мы, в принципе, ну, неверное, можно сказать, или неточное, лучше непосредственно состояние, которое непосредственно в обязательном порядке нужно учитывать при составлении смертной документации. И если открыть гражданский кодекс, там же написано, что задание на проектирование относится к исходным данным, которые в обязательном порядке, если не подписан, выполняет та и другая сторона, кто является заказчиком сейчас, технический заказчик или застройщик, и тот, кто является подрядчиком. Никакая экспертиза в это не имеет права. Закон об инвестиционной деятельности гласит о том, что в хозяйственную деятельность никто не имеет права вмешиваться, в том числе и экспертиза тоже, если она не противоречит действующему положению. Я говорю, вот есть простые моменты некоторые, которые непосредственно как бы реально влияют на порядки и достоверность и определение смертной стоимости. Я там всего этого наговорил, как бы это нужно иметь в виду. Из чего начинаются наши проблемы и наши сложности. Там много перечень, целые там сумасшедшие. Но я понимаю, что может быть не по всем объектам, не по всем стройкам нужно вот такое большое объемное задание на проектирование, его непосредственно заполнять. Но вот эти некоторые позиции, которые я вам как бы перечислил, хотя бы с этих нужно, пусть это будет несколько позиций, несколько пунктов, они должны быть во всяком случае заполнены. Я понимаю, что здесь есть определенные сложности, потому что как бы тех, кто занимается практической деятельностью при составе инстиментной документации, как бы их как бы считают, что они не занимают вовенствующее положение, ну, ну, нужно во всяком случае воспитывать и учесть, учить тех, кто этими вопросами занимается, чтобы они имели в виду вот эти все или эти все или некоторые, которые я перечислил, моменты, которые должны быть заполнены. я там в свое время написал там целую статью, когда еще не было 18-го, что влияет, ну, примерно я практически многие моменты, то, что я там изложил, они как бы отражены в этом типовой форме задания на проектирование. не говоря о том, что там вот эти условия выполнения работ, которые вот эти дают право применения повышающих коэффициентов вот этим элементам оплаты труда и затрата на эксплуатацию машин, тоже, особенно, когда работа на территории действующего предприятия, кто решает эти вопросы, при каких условиях будет обесточено, не обесточено, вблизи, но вблизи может быть еще проектная документация, это должно быть вот эти условия выполнения работ, особенно, на территории действующего предприятия или объекта, кто должен прописать, непосредственно тот, кто занимается эксплуатацией, да, или тот, кто в результате выполняет функции непосредственно технического заказчика. Там тоже многие моменты, которые должны быть задания на проектирование прописанным, потому что после ПОКР не все вопросы может решить. Многие вопросы должен решить непосредственно сам заказчик или представитель эксплуатирующей организации, которые непосредственно обеспечат эксплуатацией этих зданий и сорушений. Вопросы есть меня нужно останавливать иногда. Это я могу долго очень увлекусь. Я думаю, все понятно, да? Я почему это все говорю? Я, может быть, может быть, и не нужно было все говорить, но я считаю, что вот эти азы, о которых, в общем-то, ни в какой сметной программе не прописано, в общем-то, нужно о них помнить. Как я сражаюсь экспертизой, говорю, оценка сметной стоимости на предмет достоверности сметной стоимости, я считаю, что это не совсем верная формулировка. Я говорю, должно быть фигурирует наименование недостоверности, это соответствие, а достаточность тот должен отвечать в нашем государстве любимым. Я сейчас был только в экспертизе, там, читал у них, там, главгосэкспертизы России, в Москве, но я тоже там воспитывал в какой-то степени. Я говорю, вы уж извините, но у меня есть определенные как бы отношения, считаю, что это не совсем так. Я говорю, я в 12-м году написал статью в строительную газету в этом плане, написал, что скупой платит дважды, там целую страницу большую. Ну, по вопросам ценообразования смертного он написал, вот там я с того момента, что должна быть кто-то отвечает за достаточно. Ну, к сожалению, за достаточность у нас никто не отвечает. и в тот момент, который мы постепенно, это маленькое лирическое вступление, у нас испокон веков существовало понятие лимит, предполагаемое стояние. Мы теперь то, что определено на стадии смертной документации, по смертным нормативам сказали, что это на этой основе формируем начальную максимальную цену контракта. Ну, может быть, начально максимально и нужно, но дальше у нас никто не прописал, а как же или чем же должен руководствоваться подрядчик, разрабатывая и представляя свое тендерное предложение. Ну, у него самое главное условие, чтобы не погибнуть, заключив этот договор контракт. Ну, чтобы экономические показатели позволили ему хотя бы компенсировать те затраты, которые у него возникают в процессе строительства. Ну, вот, то же касается вот это, значит, первая предпосылка задания. Должно быть отдельные моменты четко прописаны, которые нужны непосредственно заказчику и подрядчику в дальнейшем, потому что теперь дальше непосредственно нужно знать, что если в зависимости от источника финансирования, значит, нужно или не нужно передавать или направлять заказчику эту документацию в главу госэкспертизу. Если в главу госэкспертизу, то в этом случае применяется только та смертная документация составляется на основе тех нормативов, которые включены в федеральный реестр в обязательном порядке. Что такое федеральный реестр? Я говорю, сейчас закрепили это, раньше это было в 427-м постановлении правительства, сейчас это попало в градостроительный кодекс. то есть, да. Ну, я думаю, они не ответят. Я, мое мнение, когда здесь говорят, что нужно вам читать про терры, я испокон веков уже пришел давно к такому выводу, что терры, вот мое личное, может я плохой, я готов это самое с кем-то непосредственно подискусировать, но вопрос один, сегодня, когда мы говорим о том, что ресурсные самые лучшие и самые неповторимые, тогда однозначно возникает вопрос, а зачем терры и фэры нужны? Мы же придем когда-то к этому, вы же знаете, когда вот появилась вот эта редакция семнадцатого года, которые до этого момента мы действовали, мы тогда все говорили, что вот семнадцатого будем применять, почему редакция семнадцатого года появилась, потому что я вам сказал, что федеральный рейс, то есть, я имею в виду, коды и наивнования поменялись, ну и под эту, под это положение еще там внесли некоторые там экзекуции, изменив непосредственно урезов нормы и много чего, да, под эту, под шумок, как у нас принято говорить, знаете, ну вот, сделали редакции семнадцатого, сейчас вы же знаете, что через неделю должна быть редакция двадцать двадцать действовать. Что же касается укропленных смертных норматив, они уже, НЦС, они уже разработаны в ценах на первое января 2020 года. нет, НЦС, нет, НЦС, они учитывают, они же комплектно, то есть они определяют или устанавливают затраты на стройку в целом. Этого нет, это, это, если вы хотите, в этом направлении можно говорить, была же хорошая идея, хорошая мысль вначале, что НЦС для того, чтобы определить уровень потолка, а это самое непосредственно НЦКРы, непосредственно конкретный не вид работ, а непосредственно комплекс выполняемых работ. Но НЦКР выпустили только 22-й сборник, автомобильные дороги один-единственные. Как я иногда привожу примеры, как как в песне старой, но другая любовь за собой повела. То есть, вначале написали, что НЦКРы нам нужны, что я имею в виду, потому что, потом, когда призвали, что все ресурсные методы, все на ресурсный метод, тогда зачем же эти самые НЦКР выпускать. И сегодня получилось, что сегодня совсем другое, другой принцип ценообразования и сметного нормирования. Если касаемо этого момента вашего, сегодня опять хорошая или плохая, сегодня опять же этого момента было некоторые вот эти разработчики, в том числе и Минэконом Развитие, они сказали, что ребята, давайте мы найдем тот способ, как управлять ценой строительством. И тогда вот один из способов появилась НЦС. вначале их распространяли только объекты бюджетной сферы. для чего? Потому что если администрация субъекта, им нужно из бюджета или попасть в адресную инвестиционную программу, для того, чтобы деньги выделили из бюджета. Им сказали, хорошо, хорошо, пишите заявку, что вам нужно. Но для этого еще сказали, что по 590 федерального закона нужно еще инвестиционный проект сделать. Они говорят, а как инвестиционный проект делать, если у нас только есть пожелания? Сколько нам мест нужно? Сколько мест не хватает, например, детских дошкольных, в школах, в больницах, поликлиниках и так далее и тому подобное? Они говорят, а мы вас научим. Вот НЦС и будем выпускать? Вот там тоже показатель, вот есть стройка в целом, да? Соответственно, показатель мощности есть, на единицу мощности будет цена. И эта цена на единицу мощности будет выпускаться каждый год в текущем уровне цен. Вот она сейчас и выпускается с отдельными перерывами. Но кроме объекта бюджетной системы, еще социальной сферы, еще постепенно начали туда в этот НЦС и начали разрабатывать еще другие. Те, кто к этому не относится. Но уже кто разработал непосредственно вот эти у себя. То есть, они сделали аналоги. Кто там у нас эти самые непосредственно получились объекты энергосистемы сосредоточенные безлинейные. Там еще причалы, там еще кое-что. Вот для этих сделаны. Хотя сегодня вот я здесь встречал в Москве с одним товарищем, а он говорит, ты знаешь, а мы для себя делаем тоже. И для себя делаем непосредственно а это непосредственно отрасли связанные или транснефт или кто-то там вот это самое. Они говорят, а что, мы вот вот эти показатели, говорит, они разрабатываем для себя. Как? Да. Да. Они не внесены, но у них, если они от самых источников финансирования или бюджетной системы, то есть, они естественно у себя это все. Как это самый Сибур мне тоже говорил все время. Мы тоже занялись аналогами всех, которые мы построили, там все используем и делаем непосредственно эти. Для себя выпускаем для внутреннего применения пока. Они не попадают в федеральный арест по одной простой причине. Потому что, если касаемо НЦС, вот сейчас вышла новая как бы новая методическая рекомендации, там же написано, что она должна быть ресурсно-технологическая модель составлена, да, а в эту ресурсно-технологическую модель должны, естественно, использованы единичные расценки и так далее, которые, по идее, должны быть в федеральном реестре. А вот то же касается отраслей народного хозяйства или объектов производственного назначения, у них там энное количество собственных расценок и норм, которые никуда не попали. понимаете, поэтому они как бы вынуждены эти проблемы оставить у себя, ну, для внутреннего потребления. Потому что два года назад здесь было совещание в Питере, и они все сказали, а что вы готовите реформу, а про нас объектов производственного назначения, ну, добывающие, непосредственно сами все отрасли промышленности этого ничего не попало. Ну, вот попало только, как говорится, ФЖД там в основном, еще еще там кое-кто. Вот вот они попали, потому что они давно мучаются с этой проблемой. знаете, поэтому вопросов-то много. Так, теперь вы мне скажите, мы без перерыва будем, да, я готов с вами или ничего нам делать. Перерыв? Так, вопросов пока нет. Что? Почему там написано с 31 марта переходим на смертно-нормативную базу 2020? Я о ней уже ничего не говорил еще. Сейчас после перерыва буду говорить. У нас пока до 31 марта у нас прописано, что мы используем смертно-федеральные единичные расценки в редакции 2017 года. Вообще. Это сегодняшний момент. Продолжим наше с вами занятие. Слышно, да? Я никак не привыкну к этому устройству. Смотрите, я хотел, знаете, что, раз мы в программе здесь написали, дело все в том, что мы говорили о том, что 35 МДС нужно его реанимировать и так далее и тому подобное. Я вам говорю о том, что я в свое время как-то статью написал, чтобы там принципиальные соответствия. Ну, а чтобы сравнить с тем, что происходит сегодня, то, что я вам говорил, ну, например, смотрите, вот я такую табличку первая столбета, это понятие определенное включение, включенный Городостроительный кодекс Российской Федерации, что я говорю, 39 федеральный закон от 3 июля 2016 года, потом 191 ФЗ от 26 июля 2017 года, потом 151 федеральный закон от 27 июня 2019 года, вот они вносили соответствующие изменения. Я здесь даже пытался для того, чтобы их разделить, да, откуда источника, да, разными шрифтами здесь, вот видите, у меня здесь самое непосредственное откуда это я, чтобы каким образом это все корректировать. Что здесь принципиально, я не буду читать. Посмотрите, здесь, если раньше к сметным нормативам в 35-м написано, что у нас относится сметные нормы в оценке и цены объединенные в сборнике, то здесь, раз мы готовились непосредственно к ресурсному методу, написано сметные нормативы, понятие это сметные нормы и методики только. основа сметного нормирования естественно нормы, да, тем более, раз мы стремимся непосредственно перейти на ресурсный метод, ну и соответственно методики, где написано, каким образом это использовать, каким образом применять. в общем, это вот в результате это вот как бы попало в часть 33 статья 1 Градостроительного кодекса, но это все как бы из трех этих федеральных законов. Ну, значит, открываем, вы можете это в Градостроительном кодексе, это понятие определения, ну, я как бы для сравнительного анализа. Ну, что такое угрупненный смертный норматив, угрупненный норматив цены строительства. Показатель потребности в денежных средствах необходим для создания единицы мощности строительной продукции. Предназначили вот то, что мы с вами для планирования обоснования инвестиций капитальных вложений в объекты капитального строительства. То, что я говорю 590 федеральный закон, значит, как раз нам подходит для обоснования инвестиций непосредственно вот эти укрупненные нормативы цены строительства, которые каждый год выпускаются в тысячем уровне цен. Ну, дальше, что здесь еще? А еще вот что. Медные нормативы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, строительства, в установленном им порядке. Я почему на это обращаю внимание? Раньше мы все время придирались. Вышли какие-то нормы, вышли какие-то методики и нас постепенно приучали, что они должны были все зарегистрированы начиная с четвертого года Минюзки. Но тогда было только постановление правительства, в этом постановлении правительства были определены положения о функциях соответствующего министерства. Поэтому статус вроде бы не совсем высокий и поэтому видите в Градостроительный кодекс с федеральным законом включили вот это непосредственно положение кем же утверждают смертные нормативы. Я сегодня в общем-то не очень сожалею, когда отдельные нормативы вот эти методики утверждаются или вводятся в действие приказы не только Минстовая. Вот это право им дала часть 3 статьи 8.3 Градостроительного кодексу. Соответственно эти положения я же не помню чем или 369 законом определенные ну и попали они в Градостроительный кодексу. Утвержденные смертные нормативы включаются федеральный реестр смертных нормативов. Что утвердил Минстрой и все равно автоматически выпадает непосредственно в федеральный реестр смертных нормативов. Ну и вы знаете до этого существовал порядок и то же касается территориальными отраслевыми то есть нужно вначале там нужно было там разный порядок был. последний порядок был что непосредственно если отрасль народного хозяйства или территория свои нормативы выпустила слышно да работает система моя я беспокоюсь о тех кто где-то там далеко сидят и что-то слушают то есть и там соответственно порядок существовал такое субъект отправляет Минстрой а Минстрой с просьбой чтобы они включили федеральный реестр но если чем попасть в федеральный реестр сам Минстрой направляет непосредственную экспертизу и вот если положить на заключение то естественно он готовит приказ непосредственно тех нормативов которые разработаны на территории или в отрасли они попадают в федеральный реестр вот такая процедура но на сегодня действует ну я же вам сказал что в чем я считаю плохо что все терры будут или не будут в дальнейшем разрабатываться две причины что раз надеемся что когда-то будет только один ресурс и второе что вот все текущие изменения требуют чтобы непосредственно и территориальные и личные расценки в них были внесены изменения вы же знаете что в этом каком восьмом девятом по-моему там же очередная реорганизация заключалась в том что нужно отказаться от элементных медных норм которые имели место в качестве обознавания для терра и и самое и отраслевых ларьеров так что если у вас есть терр а для него нет государственной элементной медной нормы то значит естественно он никогда не будет утвержден или не пройдет регистрацию и не попадет в федеральный рейс тогда все то есть мы же это умные бывают в результате появилось что у кого были эсэны они их переделали на гэсны то есть появились новые гэсны раз появились новые гэсны то естественно база пополнялась вот сейчас та же проблема идет непосредственно когда московские территориальную базу чтобы она попала в федеральную давно идет сражение о том что Москва у вас не должно быть своей территориальной собственной базой у них же там свои элементные смертные нормы но правда в них есть много чего интересного касаемо что на новые технологии на новые способы которые в гэсне до сих пор нет такого гэсны и соответственно единичной расценки ну сейчас этот процесс идет я когда в прошлом году что-то я так на экспертизу как-то они меня иногда приглашают в прошлом позапрошенном читал Московский городской экспертизу и тогда они мне где-то там признали почему мне это интересно потому что ну как у них какие вопросы какие проблемы и так далее они сказали что вот они уже почти с Минстроем договорились для Минстроем договорились что территориальную базу Московской попадет непосредственно федеральную базу вот они этим вопросом сейчас я смотрю экспертиза сегодня занимается потому что в экспертизе попался то есть остаток федерального центра и они естественно бывшего который разработывает сметные нормы и соответственно единичные расценки ну или если не разрабатывает то в всяком случае дает свое заключение о их пригодности для того чтобы в дальнейшем включить федеральный резко ну что такое сметные нормы ну они чуть-чуть трактовка поменялась здесь определение сметные нормы это совокупность количественных показательных материалов изделий конструкции и оборудования затрат труда работников строительства времени эксплуатации машинных механизмов установленных на принятую единицу измерения и иных затрат примененных при определении сметных строительства это вот понятие или определение одно пункте 31 статьи 1 градостроительного полуста раньше у нас 35 было написано что сметная норма определяет нормативную потребность в ресурсах ну затрат это удар работников строительства продолжительность работы строительных машин потребность материалов изделий реконструкция минимально необходимых и достаточных для выполнения в нормальных стандартных условиях ну почти то же самое все хотя вот сейчас я говорю на прошлой неделе когда был в Москве вот это стандартных нормальных ну потому что температура воздуха повысилась значит уже не совсем стандартно было написано до до такого-то не выше потому что то же касается Украины когда мы с ними дружили еще и собирали вот эти в Москве СНГ вот эти все непосредственно страны которые входили раньше в СНГ да или сейчас в СНГ у них там существует вот поправка на на повышенную температуру наружного воздуха летом естественно да производитель изменяется и непосредственно это нужно учитывать теперь дальше направление ветра или дождь пошел это нормальные стандартные потому что даже если норму делать что тогда прерывать процесс не совсем все понятно потом непосредственно вот я сейчас когда опять же с этими снормировщиками говорил они говорят вы знаете что вот этот самый даже хрометраж рабочего времени получается одна и та же или один и тот же вид работы а у нас получаются данные различные что нам делать я говорю вопрос достаточно не совсем простой но я говорю у вас в методике написано из трех выбирайте среднее значение то только так но если посмотреть новые вот эти последние нормативы по разработке смертных монтон написано норму нужно водорохранитаж проводить не с утра а непосредственно два часа до завершения работы то есть опять производительница труда у работников она ну по принципу поднимается растет и вот это как бы чтобы не завышено было что же касается смертный цен строительных ресурсов видите опять два кодекса сводные агрегированные территориальные разрезы документированная информация стоимость строительных ресурсов установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемые федеральные государственные информационные системы ценообразования строительства вот это любимое наше в дальнейшем будет любимое надеюсь федеральные государственные информационные системы это вот часть 32 статья 1 вот такое определение дано и по одной из причин если говорить вперед чуть-чуть смертная нормативная база сейчас 2020 а получается сборник цен на материалы и сборник смертных цен на эксплуатацию машин остается тот же самый пока адаптированный в уровне цен на 1 января 2000 года 2020 вот это сборник смертных цен на материалы и сборник смертных цен на эксплуатацию машины вы ничего не поменяете я надеялся что это произойдет поменялись только нормы откорректированные раз нормы поменялись откорректированные очередной раз следовательно появилась непосредственно откорректированные расценки которые могут обязаны через неделю так если не выйти какой-то очередной приказ минстрой которые отодвинут начало введения метанно-нормативной базы 2020 вот я почему здесь раскрасил зачеркнул и так далее потому что несколько раз менялось определение что такое смертные стоимость строительства при конструкции капитального ремонта объектов капитального строительства работ по сохранению объектов культурного наследия добавили все потому что наконец-то минстрой взял под свою опеку и объекты культурного наследия это смертно-нормативную базу по реставрации раньше она утверждалась непосредственно министерством культуры сейчас видите постепенно она вот эти понятия определения попадает в герцароидный кодекс естественно в федеральном реестре встречают непосредственно сборники на на реставрацию и в этом самом видео определение понятия что такое смертная стоимость здесь ну ну пока не постепенно я скажу ребята давайте непосредственно постепенно включайте я понимаю сейчас сложный момент потому что они определяются разбираются там не так все просто рождается это но во всяком случае нашли вот это самое федеральным законом определили что министерство строительства занимается вопросами реставрации ну или работ по сохранению объектов культурного расхода а дальше видите написали раньше была сумма денежных средств необходимых для а сейчас написали расчетная стоимость строительства реконструкции капитального ремонта сноса объекта капитального строительства работ по сохранению объектов культурного наследия подлежащее определение на этапе архитектурно-строительного проектирования подготовки сметы на снос объекта капитального строительства и применение соответствия статьей 8.3 настоящего кодекса ну вот я сказал 8.3 это непосредственно статья которая касается ценообразования ну там еще вторая строительство вот такое определение я написал вот а с красным это 151 фз вот это изменили от 27 июня 2019 года ну а раньше было смертное строительство на денежных средств необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами смертная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений финансирования строительства формирование договорной цены строительной продукции расчета уже выполнены подрядные строительно-монтажный ремонт на строительные работы оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его настройки а также возмещение других затрат за счет средств предусмотренных вложенных международных вот это пункт 3.1 35 мдр ну я считаю это всем понятно что то что прописано в дозостроительном кодексе естественно это по статусу значительно выше чем то что было определено в 35 мдр но ситуация вот такая это вот эти последние гения которые в дозостроительном кодексе то есть мы сейчас будем с вами говорить еще через мгновение о федеральном реестре у меня тоже есть критические замечания к федеральному реестру вот так заранее получается что федеральный реестр включены методики не только те которые вот я сказал 4 сентября прошлого года введены но и практически аналогичные те которые еще с 99 года действуют для меня например возникает вопрос как в этом случае поступает экспертиза и та и другая действует и по сути знаете отдельные позиции отдельные пункты они не соответствуют как же 35 она есть а вот есть героростроительный кодексе не знаю как себя ведет экспертиза в этом потому что существует такое мнение как-то я читал этим добывающие отрасли я говорю как вы вообще экспертизу себя ведете потому что у вас объекты добычи или добычи как они говорят находятся на ну во многих местах во многих территориях естественно у вас имеет место общения с экспертизами разных регионов они говорят у каждой экспертизы есть свой подход есть свой стандарт поэтому считывается что мы с ними работаем много поэтому мы пытаемся это учить это в том числе и причина что в федеральном реестре например смотрите мдс 81299 на стоимость материальных ресурсов она включена есть у нас методика определения смешно цены материала на эксплуатацию машины мдс 81399 она действует и то же самое есть методика определен затрат на эксплуатацию машин что касается по оплате труда есть опять методика новая есть действует перечень действующих 1983 199 то же касаемо оплаты ну и так далее новая там новая была отменена ну кое-что осталось ну может для переходного периода а может быть для того что отдельные вопросы которые там изложены в старой методике 99 года они в новых их нет и про них ничего не написано например форма калькуляции для определенных медных целей материала безотратной перевозки в новой ее нет вообще не существует что же касается оплат труда например вот эти формы которые у нас в 33 мдс попали как определяется оплату труда в 5000 уровне они в 83 1 99 были потом в приложении 2 вот эти формулы попали в приложение 2 мдс 8133 .2004 а вот в последних этих методиках там в принципе ничего нет но они в 39 старые ну и 33 по накладным расходам соответственно и приложение тоже в общем много чего интересного ну наверное одна из причин того понимаете что ну есть какие-то старожилы которые помнят все это знают занимаются аналогом а есть новорожденные которые в общем эти вопросы не начали заниматься и как молодец она читает зачем нам знать то что было несколько лет назад давай новое будем дозвучать ну в общем есть вопросы для чего я вам это показал для того что если вы 35 действует я что не говорю вы меня потом научите все значит кто-то меня слушает еще да я говорю кто-то еще слушает ну ладно вот это статья в общем вот такие вопросы то есть имейте ввиду что я специально вот такую табличку сделал для себя то как бы нужно иметь ввиду ну это я сейчас вам не рассказываю это наверное завтра вот эти которые меня здесь я выделю ну то что касается ВГИСа мы уже с вами в принципе говорили кое-что да вот это опять если уточнить это все вот это началось 959 постановление правительства 23 сентября 2017 вот это касаемо непосредственно ВГИСа я уже говорил что там должно быть отражено и так далее потому что непонятно могу и запускать я потому что иногда сложно ну все зависит от уровня подготовки если кто за этими всеми следит например проблемами да он естественно как бы не обращает на это конкретное внимание если новый человек значит ему это все в первый раз поэтому ну я так имейте это ввиду ну вот в том числе я говорю то что сметные цены тема определяется мы уже говорили уже должен быть мониторинг цен трейдных ресурсов 604 о которых мы с вами вроде бы кто-то должны завтра говорить 604 постановление которое внесло изменения в 1442 от 16 года а 604 это 2019 года что же касается в ГИСа видите вот это самое то что мы говорили с вами о перечне делальных законов о постановлении все отодвигает срок введения вот это в ГИС решили что она должна быть создана федеральная государственная промо-транная система но тогда возникает вопрос если в ГИС она должна быть наполнена чем элементами затрат которые относятся к стоимости оплату труда и оплату машин и непосредственно материальных и вот для этого что предполагалось и сегодня последняя как бы редакция что нужно это вводить пока на сегодня перенесли на 2022 год для того чтобы ее ну видите у меня написано начиная 2020 года значит не позднее 25 числа второго месяца квартала следующие за отчетным должны быть вот эти представленные информации я имею в виду оценок на материальные ресурсы затрат на эксплуатацию машины оплату вот это как бы у меня последняя редакция хотели ее в 2019 но теперь вот этот последний вариант еще раз 22 год ну и тенденция последняя такая что информация о оплате труда и эксплуатацию машиной будет один раз в год а то что касается затраты связанные со стоимостью материальных ресурсов раз в два стоит ну будет меняться я имею в виду федеральные государственные фронтовые вот это последняя редакция до этого было установить что смертные цены на материалы изделия конструкции и оборудования определенный министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по результатам мониторинга цен строительных ресурсов подлежат размещению федеральной государственной информационной системы ценообразования строительства начиная с 2019 года ежегодно ежеквартально не позднее числа 25 второго месяца квартала следующая зачет ну сейчас это все поменяли начиная 2022 не позднее 25 месяца квартала следующая зачет цена услуг по перевозке строительных материалов изделий конструкции оборудования машинных механизмов автомобильным транспортом ну должна представляться была не позднее не позднее 25 июля 2019 года далее же квартальная не позднее 25 число следующая зачет квартала этого ресурса что же касается медной цены эксплуатации машинных механизмов и смертной цены затраты труда ежемесячно номинальные начисленные заработные планы работников по полному курсу организации но должно быть 19 года ежегодно и не позднее 25 марта текущего года ну как видите все это то что предложил Минструэк 2021 года начать апробацию ресурсной модели с возможности определения стоимости строительства ресурсно-индексным методом по отдельным ресурсам я говорю пока это все вот в таком состоянии 22 пока год перенесено все я думаю 22 год что-то он вроде не за горами если высказывать свое мнение я считаю применяя ресурсно-меда тянет с собой масса проблем каких проблем первое мы привыкли к базисной индексу плохой или нет но это как бы стат отчетность у нас и сравнение с ценами идет непосредственно по базисной индексу первая проблема заключается в том что сейчас как мы соберем ресурсы и какие они попадут в ресурсно-технологическую модель и что мы в результате получим потому что для того чтобы это вообще ввести в действие нужно сразу требует ответственности определенную для решения этих вопросов я еще для себя честно это рассматриваю то ресурсный метод это же тоже в общем-то не спасет всех от неверного определения смертной стоимости потому что опять же термин все усреднено остается потом по территориального признаку опять остается дело все в том что ну хорошо здесь у нас в европейской территории российской федерации где у нас большая скучность населения это мы непосредственно и хоть это и происходит но цены у соседних субъектов мало отличаются вот непосредственно от того субъекта где выполняются эти работы каким-то образом можно сверять им корректировать что же касается вот таких на протяженных субъектов например Красноярский край или даже даже недалеко от нас Мурманской области Коми и так далее у них во-первых разные климатические зоны значит районный как и сам подпишется непосредственно затраты на перемещение опять если мы здесь как правило сегодня используем железный и автомобильный транспорт там еще присутствует имеет место речной и морской и это в пределах одного субъекта Российской Федерации по территориальному признаку я нигде не читал потому что существует или не существует потому что в один период времени от этого сказали раньше у нас была территория а дальше еще на зоны разделены вот эти зоны учитывали зональные поправки учитывали эти особенности дошел определенный период времени когда вдруг тогда еще Минрегион принял решение не должно быть зональных поправок ну когда ТЭРы появились стали усиленно ими использовать то это зачем необоснованное применение вот этих зональных поправок я может быть я плохо смотрел но я не видел непосредственно уточнение что это такое по территориальному признаку имеет место это быть или не имеет потому что это завязано непосредственно ценой материальных ресурсов способом его транспортировки с оплатой труда есть или нет районные коэффициенты и так далее я в свое время еще одна проблема и в свое время когда у нас был семинар в Тюмени а там советские задавали вопросы знаете мы говорим у нас есть проблема естественно приготовление раствора и бетона в построечных условиях значительно дороже но говорит наши все наши местные местные органы говорят ни в коем случае нельзя применять даже в районах крайнего севера вот эти приготовления раствора и бетона построить там строители говорят а как мы вообще привезем у нас и дороги нет и для объектов составленных север они говорят школы детские сады строим нам нельзя вот как эти все вопросы и подобные будут решены здесь я не понимаю почему не понимаю потому что опять же среднее значение по мониторингу цен материальных ресурсов по оплату труда но опять же понятие среднее кто-то будет счастлив и радостен а кто-то будет в горе мне непонятно такой момент что касается оплаты труда потому что у нас есть основные работники которые заняты непосредственно возведение этого объекта строительства оплата труда у них причина непосредственно расценками и нормами но есть у нас еще прочие вспомогательные которые сидят в накладных расходах и это самое высуга лет то есть не высуга это самое временное здание сооружение зимнему дорожание там за счет эфициентов а как с ними как будет отчетность потому что они имеют место быть в каждой организации те которые заняты непосредственно основным производством те которые заняты вспомогательным и где у нас четвертый разряд потому что у нас средний где написано четвертый разряд 1,8 межразрядный коэффициент проникает вопрос сейчас же уже с 7-го года с 2007-го года существует восьмеразрядная тарифная строительство и мы должны сегодня в новой базе отскорректированной я там в Москве мучиваюсь говорю вы не скажите вы чего вот эти нормы сметные должны были отскорректировать на восьмеразрядную тарифную сетку они говорят но там только новые работы я им привел пример я взял тарифно-коррекционного справа здесь есть таблица там написано те наименования профессии и номер разряды которые были раньше и те которые сейчас они по многим или по нескольким работам они не соответствуют ну то что было при семи то есть при шести то что при восьми ладно но это мусский слух так что я не знаю что такое ресурсный метод все равно или там задают вопрос скажите а у нас среднее строительство среднее у нас будет вот мы бы вот со вниз возьмем а по отдельным видам работ у нас то есть подставка материалов у нас либо производитель имеет малую мощность либо у нас его практически нет мы должны с другого субъекта есть целая целая проблема потому что в любом случае это будет усреднено опять же все усреднено так ладно вы мне что-то так как это самое понравилось что я не могу никак идти дальше вот что касается классификатор строительных ресурсов видите 2 марта 17 года 597 приказ он назывался формирование классификаторов строительных ресурсов после этого я правда один раз отследил 10 января 18 года приказом 8 опять несли изменения ну то есть это будет естественно почему изменения возникают потому что появляются новые материалы какие-то там ошибки неточники и так далее то есть опять это влечет за собой что раз а что из этого классификатора мы берем входы наименования единственным миром появляются новые хорошо если они не меняют предыдущие да а учитывают только новые вообще а здесь написано о внесении изменений классификаторов то есть вот эти изменения если касается всего то конечно это влечет за собой опять нормы меняется поменяется во вниз тоже появляется ну вот я не буду вам говорить о вот это международной системе продвижикации там ну в принципе то же самое книга часть раздел группа позиции ну вот поэтому пути это для материалов для машин опять книга раздел группа ну вот вот эти вот эти классификаторы ну я здесь написал что это потребовало внесения изменений федеральные словники да и в том числе выпустить новую редакцию семнадцатого года единичных и укропненных расцена ну что я вам говорю вопрос вопрос есть да ну там написано что не меняется не изменяется пока и так далее то есть дело все в том что общее право существовало если не в деталях да то есть введение в действие вот этой новой базы которую мы через неделю должны там написано что если смертная документация старых там ну в тех предыдущего периода семнадцатого года или еще раньше то естественно там не уточняется не изменяется ну я я я я я дело все в том что определенный период если я говорю кто так долго занимается вопросами ценнообразования мы знаете когда вот это в 2004 вот эта база 2001 года то есть в этом случае у нас было две головы по индексу один предыдущий и второй непосредственно ну у вас у вас я имею ввиду следующее у вас же смотрите ну разделить на две половины та сметная документация по которой сегодня заключены договора да та сметная документация которая являлась основанием для формирования начальной максимальной цены контракта новая если она только появилась естественно в новой вы еще никто ничего не делает ну или начинаете 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 работать на втором экономике ну вы же так быстро уже вы же новая база применяется с 31 марта этого года у вас значит какую в начале метод для расчетов за выполненную работу у вас сумма контракта но да у нас еще не появился новый и все или же может быть определенный период я говорю как было в 2004 году два индекса в базе предыдущей редакции 2017 и в 2020 его еще никто не думает об этом да но самое это интересное же я вам то есть что формально писали 2020 расценки да но это самое цены на материальные ресурсы все на 1 января 2000 откорректированы да только 2020 можно назвать это самое гэсне там естественно все будет уточнено введено это самое опять же вот те изменения которые попали вовги с кодами с наименованиями они попадут и сюда и плюс эти вот новые методики очередной основы которые появились появились 4 сентября 2019 года которые уточнили вот эти все особенности я вам сказал что там особенности есть принципиальные некоторые но если мы бы смотрели которые конец 16 начало 17 там много было вот этих всяких ошибок сейчас почему-то может быть я не до конца их посмотрел они остались практически близко к тому что было раньше там только из нового что я нашел потому что там ввели понятия вот это по разработке нормативов ввели понятие первого внутрипостроечный транспорт дальше до этого мы о внутрипостроечном транспорте вообще ничего не говорили но мы говорили только для 30-го сборника если больше одного километра вот эта формула то есть в этом случае внутрипостроечный учитывается дополнительно сегодня что появилось еще ну вот по монтажным я уже увидел по монтажным написали что что такое рабочая зона рабочая зона для монтажных работ написали 25 метров ну вот место расположения монтированного оборудования и так далее раньше этого не было было просто в пределах рабочей зоны что это такое а дальше написали опять 25 метров до 1 километра ну которые написали что еще написали одно единственное опять же для сборников на строительной работы было не написано это самое дальность перемещения что учтено вот непосредственно расценками сейчас 1 километра написали для монтажных было а для строительных не было такого я не ну в 35 нет например нет понимаете сейчас написали до 1 километра и откуда это я все время разъяснял следующим образом опять же по 30 открываете 30 там написано что выше 1 километра учитывайте дополнительный транспорт который не учтен непосредственно расценкой сейчас это написали в методиках до 1 километра ну что-то уточнили но много чего непонятного ну с одной стороны это приятно в плане того что есть необходимость мыслить искать выход из положения но плохо я еще раз повторяю плохо что когда нас как бы сказали федеральный реестр это главное и плохо то что я говорю вот федеральный реестр туда включается и старое и новое с разными редакциями вот это плохо поэтому вот эти субъективные мнения которые у экспертиз существовали они в принципе как были так и останутся потому что формально они должны быть то есть остаться смотрите что здесь еще ну вот то что было первого седьмого 2017 года то что мы прошли уже вот эти были методики то есть во первых старые вообще древние отменили вот первого седьмого 2017 года вот 14 16 19 27 36 37 38 40 вот это любимые наши 36 37 38 40 это указания про применение федеральных единственных процентов их их не стали это их не стало непосредственно 1 июля 2011 значит раз не стало их значит вот эти самые методические указания там эти положения которые там были они попали в эти новые ну например какие там были например 36 например если зона работы крана не обеспечивает подачу материалов в этом случае нужно учить еще второй кран как и был сигналисты которые которые тоже если подача материалов непосредственно материальных ресурсов например в автобетонном смесите если нужно чтобы автобетон смесить не только приехал на строительную площадку и выголодил сразу же а непосредственно еще надо перемешивать ну потому что невозможно всю эту емкость использовать непосредственно при производстве как и раньше так и сейчас оставили это нужно естественно вот откорректировать время работы это автобетонный смеситель то что было то что осталось то что у нас было с вами вот этот 1.15 1.25 по объектам реконструкции капитального ремонта если применяется расценки изборников на строительные специальные строительные работы это в этом случае при применении их для составления смертной документации на строительные специальные строительные работы в этом случае нужно применять 1.15 который в пункте 4.7 был у нас это осталось но они попали опять же попали я говорю естественно в методики или методические рекомендации ничего не поменялось только только поменялось форму вот это самое я имею в виду поправочные коэффициенты вот как раз для применения поправочных коэффициентов нужно кстати нам вот что я говорил вам это задай на проектирование там должен быть вид строительства потому что для того чтобы столбец принять или таблицу принять например таблица 1 с этими коэффициентами она написана первая для объектов строительства значит у нас должно быть мы откуда-то должны взять это строительство то есть новое следующая таблица 2 написана по объектам реконструкции значит реконструкция чтобы пользоваться этой таблицей применять коэффициенты мы откуда-то должны знать что это реконструкция значит у нас должно быть задание написано что это вид строительства реконструкции ну за исключением 46-го, вот это все как и раньше было. 46-го это отдельная таблица один столбик. Для капитального ремонта, видите, должно быть капитальный ремонт. Вот это, потому что для того, чтобы обновить таблицу взять, а потому что там в принципе значения коэффициентов различные, а условия практически одни и те же в разных таблицах. Ну, вот там чуть-чуть изменено наименование. Это опять я призываю, что где-то должно быть однописно, где это. Задание на проектирование, вот это все должно быть там хотя бы иметь, а то экспертиза или на угол меня учил, а если ты смету составил, назвал капитальный ремонт, то он говорит, а нет, у тебя задание на проектирование, вот эти затраты, которые ты определил в этой смете, они не могут быть служить в качестве обоснования для принятия в качестве источника финансирования себестоимость продукции. Вот они тогда ругаются. и говорит, слово капитальный ремонт должен присутствовать непосредственно при составлении смертной документации, не только сводной смертной документации, и локальные должны капитальный ремонт начинаться, и там еще ремонт отдельных видов, конструктивных элементов, они должны быть там все сопротивления. Теперь смотрите, что есть еще. Ну вот, федеральный реестр, вот это определение из статьи 8.4 является государственным информационным ресурсом, указанный реестр является общедоступным за исключением сведений, составляющих государственную тайну. А дальше, смертные нормативы, содержащие федеральным реестром смертных нормативов, подлежат размещению федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. Ну вот, дальше, это мне как бы и книжки, необходимость создания федерального реестра, это определено 427 постановление. Ну что, включается, и так далее. Вот эти, просто говорю, не более 50, вот это, как они применяются. Зои написано еще в области смертного нормативного инвестиционного образования в сфере государственных действий. То есть, он определяет действующие, действующие на территории Российской Федерации, применяем соответствующий порядок номера указанием до отрицательства. Вот это. Все. Вот уж касается, для того, чтобы знать, я специально такую забыли, что выбрал из федерального реестра, а что я выбрал? Что туда включены, каких там методик, какие там приказы и так далее, которые нам нужны в основном, да? и вот здесь в красном я вот то, что сказал, что, каким приказом они были вначале введены, а дальше красным включил сюда то, что им говорится. То, что из старого первый раз было отменено или утратили силы с 1-го, 7-го, 2017-го года. Вот когда первая была попытка, помните, 15, 5 методик и непосредственно 10 методических рекомендаций. Вот заодно и вот это все старое отменили. Ну вот. То есть здесь лениться не нужно, я ничего нового не изобрел, я просто открыл федеральный реестр, взял наименование и там предпоследний столбец, там вот это, то, что я красный выделил, оно отсюда непосредственно там прописано. Ну и ссылка на соответствующий приказ Минсровия, которым это прописано. Это ничего здесь нового нет. Даже я как понял, что даже если ты не заключил договор с информационной системой, то в принципе открываешь, набираешь федеральный реестр или там и просишь, чтобы тебе разрешили почитать только, смотреть, ну и в принципе неудобно, но смотреть можно или стать. Вот я вот это самое смотрю и то, что мне интересно для меня, ну для того, чтобы как бы располагать экспресс-информацию, да, я вот вот эти у меня такие мысли появились, что дайте я вот таким образом сделаю. Ну и старых, видите, по-прежнему зимний период осталось, смертные нормы. у меня видите, вот это то, что без всего, без зимний, это как бы старое, древнее, но настало использоваться без всяких ограничений. Вот временное здание, вот это 25-й, 33-й, 34-й, 25-й по прибыли, 33-й и 34-й по наклонению. Знаете, что новые методики, они уже как бы есть, проекты их, но как бы они висят неутвержденные. Много чего. Вот видите, 35-й тоже они перечни действующие, но почему звездочка, потому что 220-й приказ был, как бы у нас изменения некого. Ну изменения непринципиального характера. Я бы уже давно хотя бы 35-й, то, что я вам говорил, почистил с точки зрения, в общем-то, исключил отдельные позиции, которые противоречат действующему законодательству и в новой трактовке, если там вот так принципиально ее и не выпустить дно редакции. Ну вот 36-й, позади 37-й, 38-й вот они с 1-7-го 2017-го года они утратили силы. 40-й тоже мы постановались не равно. Укрупненные, видите, тоже по разработке Укрупненности наверное, сейчас новая появилась. Вахтовым методом она тоже имеет место быть. Но если честно, что же касается вот этих отдельных, которые из старых, и с тем, что сейчас все поменяли, вы знаете, что смертные нормативы, четко это прописано и в методиках и в постановлениях правительства, напишут, что смертные нормативы используются только для того, чтобы по ним составить смертную документацию, и смертную документацию передать на экспертизу и получить положительное заключение. А дальше использовать заказчику при формировании начальной максимальной ценной контракта. Там везде написано, что и в постановлении правительства, что смертные нормативы для расчетов за выполненные работы не применяются. со сметой, да, потому что в гражданском кодексе напишут, что основанием для расчета является смета. Вот и все. Не смертная документация, а смета. смета просто, не локальная не написано. Локальная смета, которая локальная на стадии работы республики. Но это раньше написано, но сейчас не так. Вообще-то не так. Но если открыть вот эти последние постановления, там же везде написано, что... Потому что еще Павел Владимирович Горячкин здесь давно будировал этот вопрос. Говорит, что такое смета, про нее прописано в гражданском кодексе. Это я говорю вам почти дословно говорю. Расчеты за выполненные работы и осуществляются на основании сметы. Является основанием не сметная документация, которая заканчивается его, ее роль при формировании... Ну, утвердили то есть я говорю получили положительное заключение и сам заканчив сказал, что я проверил и я утверждаю. А дальше это является если торги есть, если аукцион, непосредственно расчеты за выполненные работы. Вот и все. Вот так написано, потому что это написано в гражданском кодексе. Вы в принципе можете использовать локальные сметы, но об этом должно быть целая статья в договоре и в контракте. А? Ну... Не, смотрите, давайте так... на основании проекта документации разрабатывается локальный сметный расчет на определенный вид работы. работа. На стадии работе документации в районе разрабатывает локальную смету опять-таки на определенный вид работы. Да. Расчет за выполненные работы идет на основании локальной сметы, которая поставлена на стадии работы документа. сметы, но не так теперь давно уже. Это же в договоре надо. здесь получается расставаться на благо с мете. Можете, смета. Да. 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 Нет, смотрите, ситуация... Ситуация вообще, если так разбираться, мне так и хочется свой доктат написать очередной какой-то. Нет времени и нет желания. Дело все в том, что... Смотрите, ситуация вот последних я сегодня подготовлюсь, посмотрю специально эти выдержки вытащу, потому что где это написано конкретно в каком документе? Сегодня, если успею. Потому что в принципе, во-первых, то, что касается рабочей документации, хотя вот если открываем 87-е, которая вот то, что касается рабочей документации, в том числе и 48-ю статью Градкодекса, уже давно стремятся внести в нее изменения. Но если вот читать в той редакции, которая у нас сегодня есть, то в 87-ом постановлении про рабочую документацию написали целесообразность разработки рабочей документации определяется и необходимость определяется заказчикам и подрядчикам, если это есть. Но я не говорю, что сегодня все наоборот делается. В основном делается для того, чтобы, опять же, в экспертизе проблем не было, а экспертизу написали, что она имеет право потребовать у заказчика дополнительные материалы, обосновывающие, например, принятые конструктивные решения, цену и так далее и тому подобное. Имеет право. Но то, что касается 87-го, пока на сегодня действует, там написано, необходимую целесообразность определяется непосредственно, рабочая документация определяется непосредственно заказчикам и подрядчикам. То есть это должно быть прописано в договоре. Вообще-то. И вообще сегодня не все понимают, если цена твердая, контрактная, твердая, твердая, значит цена, по которой заказчик должен оплатить подрядчику работы. При выполнении их надбежащего качества и в тех объемах и порядке, в которой определена проектная документация. Вообще-то. Ну так, плохо это или хорошо, ну так написано все это. Я понимаю, есть вопросы о том, что хорошо это или плохо, но... Ну да, 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 да. Ну смотрите, есть сегодня еще один казус, который на сегодня непонятен. Смотрите, если мы перейдем на ресурсный метод, где у нас имеет место три составляющие. Оплата труда, стоимость материальных ресурсов и непосредственно эксплуатация машин, у нас это есть только ГЭСМИ. ГЭСМИ это составляется на вид работы. На стадии проектной документации у нас все совсем по-другому. Понимаете? Объекты-аналоги у нас с ними вообще проблемы. Сейчас все конкретно пишут, что объект-аналог нужно подбирать такой, который бы использовал показатели мощности один и тот же, но близкий по значению. И непосредственно условия выполнения реализации этого проекта должны быть тоже аналогичные трактические. Заботиться каждого дела нет от разных. Ну да. И остались все в том, что есть машины? А потом как их проверять? То есть... Экспертизы проверяешь? Нет, в свое время знаете, что я когда в экспертизе работал, здесь мне довелось в филиале два года экспертизы несколько лет проработать. Потом меня в Москву тащили. Либо здесь, либо в Москву давай. Ну вот я на них не обижаюсь, потому что правильно. Вот возникает вопрос, потому что мы тогда просили, если объекты аналоги, давайте нам еще для проверки смертной документации еще гонить объекты аналоги. А по-другому никак просто их не проверить. Так что ну ладно, тогда мы с вами я думаю у вас вопросов пока нет. спасибо вам. Вам спасибо. Вы теперь завтра будете? Я завтра буду еще. А вопрос вот это где-то есть сформировано в этой сегодняшней месяце? Ну я же в общем-то знаете, как бы видите, я сюда почти так иногда показываю вам. Я говорю, вот это у меня родилось либо с моих мыслей, или то, что я когда ко мне пристали в Москве, говорит, где у тебя чего есть. Я вот я же как бы вы собираетесь и подбираете, да, так сказать? Ну да, я тогда появилась у нас с 19-м годом вот это самое я назвал совершенствованием проект награждений новые текущие изменения. И вот примерно я оттуда переделанный уже опять за последние дни что же там поменялось. У меня просто получается здесь все не на дороге работало я там как бы все знала все вот эти уходики потому что все консервы а сейчас работаем в коммерческой фирме и там получается заказчик знаете как он захочет А мое уберите вообще Ну кем-подряд на организации работы но получается не все заказчики но подрядчик но на заказчик принесет подрядчик к ТРФ-смеку ой дорога сдавайте протоколы приносит нет это долго давать на ТРФ у нас это постоянно будет как стрелы сегодня если это бюджетно я же вам сказал что у нас получается коммерческая получается заказчик а я не сказал что продолжили у нас 14 часов ну да 14 часов продолжения у нас нашего семинара можно пока сейчас люди подходят я тут немножко развлеку вас тем все-таки что мы собираемся сделать в нашей клубной программе буквально там 5 минут вот я надеюсь все-таки есть некое понимание почему вообще клуб вообще откуда такое взялось да эксперт почему клуб а не что-то другое потому что это структура которая подразумевает обратную связь вот это надо понимать мы хотели бы чтобы была обратная связь то есть после мероприятия перед мероприятием мы получали бы от вас информацию что вам интересно что вам понравилось что вам понравилось вот что это означает и такой принцип существует по которому мы стараемся вам предоставить ту информацию именно ту которую вы запрашиваете поэтому и существует понятия подписка вот обратили внимание мы просим подписаться да подписаться на наш там портал вводят некие некие опросы в этих опросах вы участвуете если вы обозначили какой-то интерес в этом опросе ну соответственно ту или иную тематику она вам в данный момент интересна то в этом случае автоматически вот наш портал кто сейчас настраивается будет вам отправлять информацию касающуюся именно этой тематики если вы хотите вы можете отписаться в любой момент отписались убрали эту галочку не будет больше информации это приходит то есть вот такая вот история связана с клубом вот это придумано и мы в том числе сейчас рассчитываем на то что подключим и другие тематики которые очень важны сейчас связаны с безопасностью с экспертизой связанной с экономическими различными вопросами с бухгалтерией и прочим поэтому следите за новостями и основной принцип заключается в том что никто не просит вас заходить на сайты вам просто будет приходить письмо вы это письмо открываете наше допустим смотрите интересно и неинтересно можете повторять еще раз в любой момент отписаться отказаться поэтому в данном случае надеюсь это должно всех устраивать и тех слушателей и тех нашу аудиторию и экспертов которые должны тоже понимать что требуется нашей целевой аудитории все больше никто не подойдет будем начинать давайте я хочу представить Татьяну Михайловну Шалыто наш эксперт работающая практически со дня основания нашего клуба и она разумеется сегодня работает до конца дня и в четверг она присоединяется по программе повышения квалификации прошу любить и жаловать Татьяну Михайловну Шалыто спасибо добрый день дорогие коллеги у меня к вам сейчас будет только одна небольшая просьба пожалуйста телефоны уберите звук и вибрацию чтобы они нас не отвлекали и не мешали не только нам идет запись чтобы лишние звуки там тоже не проявлялись у нас хочу вас сейчас ознакомить с двумя небольшими документами до начала вообще нашей лекции скажем сюрпризы от нашего дорогого министерства 31 декабря не закончились мы продолжаем их получать до сих пор значит один из важных моментов на сегодняшний день для нас это такой важный документ был приказ выпущен 13 января этого года за номером 2 ПР он зарегистрирован Минюстом 18 февраля приказ 710 от 13 апреля 2017 года об утверждении порядка утверждения смертных нормативов он этот приказ 710 710 ПР от 13 апреля 2017 года об утверждении порядка утверждения смертных нормативов значит этот приказ потерял силу вышел другой приказ вот 2 ПР новый приказ у нас об порядке в утверждении порядка утверждения смертных нормативов наступит новый порядок и еще такой момент хочу вас ознакомить немножко скажем это в формате интервью было ответы Минстро и главгосэкспертиза на вопросы о реформе цены образования в строительстве так вот даст бог у нас ничего не изменится ничего не произойдет такого серьезного и как обещали 31 марта нас вступит в силу новая редакция федеральной базы смертно-нормативной 2020 года вот мы ждем к этой новой редакции должны сейчас весной я думаю это до лета нас обрадуют может в начале лета сейчас тяжело сказать изменениями дополнениями к этой базе ожидается изменение дополнений порядка 800 расценок это расценки на строительные монтажные работы там по ресурсам в общем 800 база еще не введена но к ней уже готовят изменения и дополнения вот такой у нас сюрприз нас что единственное еще ну я думаю Валерий Матвеевич вам говорил что мы все ждали как поняли поручение президента разработки это одно из один из пунктов это разработка новой редакции смертной нормативной базы что она будет приближена к реалиям что там будут учтены все новые технологии новые материалы ну естественно мы ждали что она будет и в текущих ценах получили что опять уровень 1 января 2000 года и со всеми вытекающими дальше моментами плюс изменения в сторону уменьшения стоимостных всех показателей то есть сначала уменьшение ресурсной части изменения разряда рабочих по некоторым не просто расценкам а сборникам изменения по механизмам ну и по остальным значит среднее уменьшение стоимости строительно-монтажных работ вот при составлении смерт 15% очередной раз ждет падение стоимости наших работ если вообще ну хочу удивляться от 9 к 14 году в среднем было 20% от 14 к 17 где-то тоже 10-15 и сейчас 5 то есть тенденция сохраняется падение примерно одно и то же но ни в коем случае не дай бог не повышение и еще один момент революция о которой так долго нам говорит Минстрой то бишь переход на ресурсный метод под скажем по тем же интервью по тем же высказываниям руководство Минстрой что еще будем смотреть как отреагирует сообщество строительное как у нас сейчас новая база это пойдет как все а может быть в обязательном порядке мы все не будем переходить потому что для бюджета ресурсный метод для бюджета с требованиями сегодняшними сегодняшними ресурсный метод не приемлем просто бюджет это не переварит никак поэтому ну а кто у нас сейчас скажем надежный заказчик который гарантирует нам получение денег по выполнению работ подрядными организациями это бюджет пусть пусть не сразу пусть не на завтра как подписали приемку работ но деньги бюджет платит поэтому недаром многие подрядные организации стремятся участвовать в конкурсах естественно не просто поучаствовать а выиграть в этих конкурсных процедурах получить заказ для бюджета мы не будем говорить насколько это там оправдано но удобно в понимании в логике базисно-индексный метод если составлять нормально смету следуя всей технологической цепочке то составленная смета базисно-индексным методом и ресурсным особо не отличается по итогу абсолютно да ресурсным это проще в плане каком учитываешь сразу видишь все ресурсы все базисно-индексным нужно очень хорошо знать метно-нормативную базу видеть все ли учтено выбранной вами расценкой то есть значит состав работ внимательно читать ресурсную часть внимательно читать учитывая что все что сидит внутри расценки мы менять ни в коем случае не можем ни при каком условии поэтому нам нужно следить очень хорошо все ли затраты мы учли все ли работы у нас учтены да в этом плане это немножечко более кропотливая работа более длительная вот в таком плане но потерь когда говорят что вот базисно-индексный метод он в этом плане ущербный ресурсный он лучше он более правильно отражает картину всю я не могу с этим стопроцентно согласиться ну не говоря о том что ничего нового в ресурсном методе мы не увидели он существовал и существует по-моему столько же сколько существует вообще понятие сметной документации потому что начинали не с расценок когда-то давно там сто и более лет назад а начинали именно вот грубо говоря с калькуляции своих затрат любой подрядчик поэтому нового нам ничего государство вот в этом плане не открыло но законодательно старается это закрепить вот то что стараются закрепить законодательно это конечно лучше потому что все что имеет какую-то твердую почву под собой дает нам больше возможностей для нашей работы а не полета такого неограниченной фантазии у кого вообще кто во что гораздо ну это так вот небольшая преамбула вот значит что нам прошлый год принес он был очень урожайным в плане изменений дополнений выпуска новых методик новых приказов федеральных законов он конечно был очень плодотворный год значит что нам принес 44 закон скажу сразу что изменения внесены были в плане вот законодательном в плане заключения контрактов каких-то договорных взаимоотношений не только в 44 закон а и в 223 сейчас я просто только кратко вот у вас на презентации видно что нам дал что нам дали изменения 44 закона в четверг когда мы будем уже более подробно на все эти темы говорить там я расскажу и то что те изменения которые коснулись немножко и 223 закона потому что там тоже он небольшие изменения все-таки претерпел что у нас получается то что нам сейчас изменения совершенно нормальные законные дает 44 фаз это выделение в отдельную категорию случаев изменения контрактов на выполнение строительных строительных работ изменения видов объемов работ то есть все вот эти вот наши изменения изменения условий контракта они законодательно закрепляют то что по сути мы и делали ища какие-то возможности между строчек 44 закона потому что если твердо соблюдать закон то мы не имели права никаких доп. соглашений заключать на изменение видов объемов работ на изменение сроков на изменение стоимости работ у нас законодательной возможности юридически не было сейчас нам государство дает это хотя мы все это делали мы меняли виды объемы работ не только те организации которые работают по 223 федеральному закону но и бюджетные заказчики приходили к нам проверки смотрели если формально у нас были соблюдены внешне такие моменты как было закреплено все в доп. соглашениях в актах подписанных хотя бы двумя сторонами заказчик подрядчик то это все на это смотрели так спокойно скажем сквозь пальцы сейчас нам закон разрешил все это делать абсолютно официально спокойно и не думая кто как на эти наши действия посмотрит то есть мы сейчас абсолютно спокойно можем все это сделать с этого года 20-го года изменения шли в прошлом году но большая их часть вошла в действие в этом году то есть это сейчас у нас начинает действие это наши изменения такие вот ну кратко касаемые именно договорных взаимоотношений это сфера наших закупок да нам станет жить спокойнее я не скажу что легче но спокойнее как одной стороне заказчику так и другой стороне подрядчику потому что в данном вопросе нету проигравших и победителей проигрывает одна сторона значит страдает вторая тоже значит что у нас пошло сейчас в прошлом году у нас были введены вернее были выпущены новые такие документы это постановление правительства российской федерации номер 604 была принята методика 326 приказ минстроя методика от июня 5 июня этот приказ от 5 июня прошлого года а утвержден в минюсте он был и мы смогли официально начать им пользоваться естественно в сентябре методика у нас у нас многие документы так вот выпускали весной летом а утверждалось осенью минюстом были внесены изменения в федеральный закон 191 фз от 26 июля 2017 года в части установления возможности включения в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках с целью применения при составлении сметной документации внесены изменения в градостроительный кодекс Российской Федерации и вот то что мы говорили в 44 федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок по вопросу 44 закона когда он был выпущен сразу были разъяснения данные нам правительства что закон носит рамочный характер и будет изменяться и дополняться в процессе его применения вот у нас с 14 года он действует с 1 января 14 года действует вот слава богу уже 6 лет 7 год пошел и изменения и дополнения в него вносится значит что еще у нас вот в 44 закон внесено что предусматривает есть возможность предусматривать контрактов исполнения контрактов и договоров на строительство объектов капитального строительства без применения смертных нормативов и смертных цен строительных ресурсов если иное не предусмотрено таким контрактом или таким договором вот вот такие вот у нас некоторые моменты также были у нас вышел вернее это не изменение это вышел у нас летом в прошлом году это 27 июня прошлого года 151 федеральный закон 151 этот закон у нас внес такие моменты в целях совершенствования порядка мониторинга цен строительных ресурсов в том числе при использовании базисно-индексного метода определения смертной стоимости строительства правила мониторинга это у нас 604 извините было постановление изменение изменен подход по определению величины среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда на основании прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации с учетом положения федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов и с учетом всех дополнительных выплат по каждому субъекту вместо определенной заработной платы под данным Росстата то есть у нас сейчас вели что если поначалу когда вообще разговор шел о введении федеральной информационной системы ценообразования в строительстве значит данные по заработной плате применялись средние по региону но что значит средние средние вообще по региону с учетом всех работающих независимо от отрасли то сейчас мы понимаем нам ввели такое понятие мы будем брать среднюю зарплату по отрасли в регионе во всяком случае это уже достаточно реально будет отражать стоимость именно сметной документации по заработной плате это касается вот эти вот вопросы касаются смет составленных ресурсным способом потому что сметы составлены базисным индексным методом то что стоит то стоит мы индексируем нам предлагают сейчас наоборот не повышать а понижать понижение за счет понижения разряда рабочих участвующих в строительстве участвующих в работах одного или другого вида могу обрадовать например по восьмому сборнику на монтажные работы вроде бы и немного был четвертый разряд стал 3,8 ну так чуть-чуть совсем чуть-чуть но цена сразу по работам не говоря о том что вообще-то на электромонтажных работах должны работать люди с высоким разрядом а нам почему-то его пытаются понижать ну не пытаются понижать то есть у нас расширены источники информации о стоимости строительных ресурсов расширен перечень видов информации о цене строительных ресурсов что нам дают новые наши документы установлен порядок расширения номенклатуры расчета и публикации новых и актуализация существующих индексов тоже у нас касается нашего 326 приказа в целях совершенствования порядка мониторинга цен строительных ресурсов в том числе при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства реконструкции капитального ремонта объектов перехода на ресурсный метод ценообразования строительной отрасли постановлением уточнены правила мониторинга вот 604 постановление изменен подход по определению величины среднемесячной ну вот я говорила что у нас меняется вот такие вот моменты большой сюрприз у нас по вопросам нашей прохождения экспертизы подготовки документов и прохождения экспертизов экспертизы это наше постановление правительства от 31 декабря 1948 постановление правительства в общем на декабре мы получили много подарков очень много подарков но последний вот нам прям под елочку положили это это постановление о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации признаниями тративших сил некоторых актов отдельных положений некоторых актов правительства российской федерации которые которые в том числе предусматривают упрощение процедуры проведения государственной экспертизы и внедрение института экспертного сопровождения проектов насколько будет упрощение я не знаю Валерий Матвеевич мне кажется вот когда мы будем уже иметь какие-то результаты по прохождению экспертизы по новым требованиям вот тогда мы сможем сказать упростилось или не упростилось документы мы все равно в электронном виде должны представлять да да конечно конечно Валерий Матвеевич естественно если сегодня мы ничем готовы к проектной рекомендации конечно пусть нам полещание дают нам две недели которые представьте в основе документов и мы должны предоставить все предоставить документы теперь они все по-другому ребята все чем идти к вам давайте мы с вами будем говорить в 80 год вот в процессе этого периода по мере вашего подступления в документации все мы отдельные документы представляются мы их будем сопровождать все ваше где хорошо для человека до бесконечности по-моему вы будете параллельно отвечать на ваши вопросы и на следующие мнения после того мы убедимся что вы ребят хорошие что у вас есть проблемы с вами вы уже даете или направляете к нам на экспертизу и мы учитывая что у нас есть на работе положительное заключение и плюс еще да и плюс еще вот это экспертное сопровождение будет продолжаться на период строительства потому что потом какие-то корректировки будут там изменения в проектной документации вот они будут сопровождаться с проектом да 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 не только конструктивных всех решений влияющих на безопасность эксплуатации объекта повторная экспертиза тогда в этом случае заказчик берет на себя ответственность за все изменения внесенные в утвержденную проектно-сметную документацию да да достаточно вам чтобы экспертиза ответа что ребята вы к нам не приходите и этого достать да сейчас это мы не желаем и складно работать и вот это повисло вот эти новые варианты которые вы знаете и наконец давайте пробовать какую лазейку чем у нас вызвано несоответствие одно из основных положений несоответствие документации утвержденной прошедшей экспертизу на стадии проекта и рабочей документации 87 постановление правительства там нигде кроме одного раздела касающегося смертной документации вы не найдете требований ни в графической части ни в текстовой таких слов как ведомость объемов работ и спецификация то есть по сути по сути это скажем еще не та документация по которой можно вообще проводить реально воплощать проект в жизни в том же 87 постановлении в разделе касающемся смертной документации написано противоречие всему выше и ниже там сказанному для проверки что нужно для составления основанием являются помимо проекта ведомости объемов работы спецификации вот в одном постановлении одна часть противоречит другой проектировщики как стараются по 87 сделал и все и должны все быть счастливы то что смертную документацию по этому проекту составить крайне сложно особенно если это касается бюджета где все заранее оговорены все итоговые суммы они прописаны в адресных программах в целевых программах в бюджетах регионов не имея достаточной информации ни один даже очень грамотный очень профессиональный сметчик не сможет составить такую сметную документацию которая сможет подтвердить запланированный лимит строительства не говоря разные надеяться на то что вот 10% мы можем в пределах 10% увеличить стоимость могу сказать не всем заказчикам это удается поэтому это такие достаточно призрачные надежды любой подрядчик должен представлять вот та сумма которая выложена на площадку вот это предел что он может получить за ну таким небольшим исключением если на самом деле вот посмотреть реально так сказать в глаза проблеме вот да и вот Валерий Матвеевич сказал что а принимают то в эксплуатацию у нас что по стадии проект а не по рабочей документации ну разрешение да мы берем по стадии проект у нас еще как правило рабочки нету у нас вообще проектная организация занимает великолепную позицию главное чтобы в сводном сметном стояли обе части в 12 главе проект и рабочая документация разработка и суммы и того стояли обязательно а вот выполнять или не выполнять это мы еще подумаем мы еще подумаем и очень часто ведь как получается те подрядчики которые выполняют там особенно это касается инженерии тот или другой раздел работы по тому или другому разделу проекта сами для себя создают рабочую документацию и как правило очень просто большой благодарности очень большой благодарности не более и получается что это никак не вяжется с проектом плюс еще такая фишка пока проект прошел экспертизу пока бюджет выделил деньги а конкурс проводить никакие вообще там не важно конкурс торги конкурсные процедуры ни один бюджетный заказчик не имеет права никаких движений в этом направлении делать пока в казначействе нет извещения о том что деньги есть и можно искать подрядчика соответственно все мало ли какие планы мало ли что где эти деньги ты на основании чего вообще подрядчика себе будешь искать работы планируешь выполнить нет нельзя еще почему у нас все дорожное строительство начинается все ремонты и все то что мы можем видеть у себя вот в Петербурге в Ленинградской области не раньше июля месяца потому что деньги приходят не раньше этого времени вот в июне деньги пока все конкурсные процедуры вот мы только к осени начинаем ремонтировать или строить новые дороги раньше не может заказчик бюджетный это сделать значит соответственно пока не придут денежки в казначейство извещения мы не можем искать подрядчика бюджетный заказчик потом пока все у нас дальше будет продвигаться и еще на скажем обозримый период здесь возникает вопрос вот то что мне приходилось сталкиваться и по своему опыту и проводя семинары лекции мало кто из бюджетных заказчиков делает такие расчеты как приведение к начальной максимальной тени контракта может быть с этого года и начнут но раньше было где-то 50 на 50 половина да честно делала половина нет а по одной простой причине когда заказчик мы имеем вот подрядчики имеют дело с каким заказчиком это технический заказчик а не финансодержатель это технический заказчик денежками не он распоряжается а денежками распоряжается финансодержатель ну скажем так вот на региональном уровне у нас у нас финансодержателями являются профильные комитеты на федеральном уровне это министерство мы заключаем договор пусть в Петербурге с какой-то организацией заказчиком он является федеральным учреждением этот заказчик но это технический заказчик финансовую сторону он не имеет права ничего делать сам значит пока ему в министерстве не дадут отмашку что да возможность есть приводи вот к начальной цене контракта было у тебя 100 миллионов получится там положим 110 вот эти 10 миллионов тебе дадут на моем на моем опыте опыте будучи федеральным заказчиком вот мне лично как заказчику министерство снимало а не добавляло снимало с подписанных контрактов после проведения всех комфортных поэтому я говорю половина заказчиков бюджетных я сейчас говорю про бюджетных заказчиков не проводит таких вот расчетов до начала конкурсных процедур как определение начальной максимальной цены контракта я говорю дай бог сейчас это хотя это было в 44 законе это один из шести вариантов вот этот расчет определение начальной максимальной цены контракта то есть той цены по которой будет выбираться подрядная организация это так называемый проектно-сметный метод это один из вариантов и методика была разработана у нас была методика сказать что сейчас ноу-хау нам новую нам что-то новое нет нам доработали действующую ранее методику и внесли конечно много нового удобного для нас например в определении цены отдельно проектно-изыскательских работ на весь период нашего проектирования и выполнения изыскательских работ на строительно-монтажные работы и возможность есть определение не на общий например объем всех строительно-монтажных работ а разбить по этапам возникают моменты когда был какой-то перерыв положен в работах у нас есть остаток работ вот на эти работы нам тоже нужно найти подрядчика который наконец все уже приведет в божеское состояние доведет до ума и завершит наше строительство значит опять же в методике есть формулы расчета на остаток работы формулы расчета есть такое как ведь не все имеют заказчики в своей структуре скажем окс по-русски то говорим на выполнение функций технического заказчика не всегда сейчас авторский надзор выполняет та проектная организация которая выполняла проект и проходила экспертизма часто приходится сталкиваться с тем что авторский надзор осуществляет совершенно другая организация то есть вот все вот эти вот моменты внесены в 841 приказе приложение 1 это наши все расчеты по определению начальной максимальной цены контракта я сегодня буду так кратко это все говорить подробно как нам это определить откуда нам брать индексы по каким формулам в каком случае это мы будем в четверг с вами говорить что еще вот из всего этого 151 федерального закона он ну во первых он коснулся не только бюджета первое первое если мы будем его внимательно читать это долевое строительство вообще что он коснулся это положение долевого строительства это введение скроу счетов но мы сейчас будем о своем о девичьем следующее это приложение 2 к 841 приказу вообще очень интересная ситуация то что касается вот именно сметных дел со 151 федеральным законом сначала вышел закон потом проекты методик появились осенью а потом в декабре где-то в середине декабря вышло информационное письмо но самое смешное перед новым годом у нас вышло 841 приказ для чего было выпущено это информационное письмо непонятно там разница где-то чуть больше полторы недели вышла между информационным письмом и выходом утверждения 841 что нового и новое ли это понятие смета контракта название смета контракта да новое но по сути по сути большинство крупных особенно строительных компаний заказчиков было такое понятие как договорные цены вот смета контракта смета контракта по сути это вот эти же договорные цены по своей сути это договорные цены нужно ли будет нам делать в обязательном порядке сметы в том понимании к которому мы привыкли то бишь составлять локальные сметы или локальные ресурсные расчеты да нужно да нужно этапность такая разработан проект подготовлены к проекту сметы так обычно начиная от локальной объектной водной со всеми вытекающими бюджет значит значит соответственно там все ну понятно там бюджет не бюджет это не важно ведомости объемов работ все спецификации то есть весь раздел 11 проектной документации под названием смертная документация должен разработан быть полностью стопроцентно включая такой томик как прайс потому что у нас не все ресурсы можно найти в наших смертных базах часть ресурсов пусть небольшая но нам приходится брать по фактической закупочной цене то есть прайс коммерческое предложение вот так ну и соответственно делать мониторинг выбирать здесь тоже момент смотря в какую экспертизу мы идем если мы идем в экспертизу нашу в Санкт-Петербурге государственную экспертизу или государственную экспертизу Ленинградской области мы делаем естественно мониторинг в соответствии со всеми нормативными требованиями определяем по представленным нам данным среднерегиональные цены а вот если мы идем в главгосэкспертизу мы представляем да не меньше трех поставщиков но предпочтение отдаем минимальной цене соответственно делайте оттуда вы как нужно подготовить документацию чтобы с этой минимальной не пролететь потом заказчик оттверждает минимальные то что у нас не поменялось еще вот по всех наших подходах к подготовке смертной документации помимо того что заранее думаем куда мы идем соответственно мы готовим требование не поменялось смертную документацию в двух уровнях как была так и есть вот самое интересное как можно в двух уровнях для бюджета подготовить ресурсные сметы нет ну можно это не то что как можно можно взять ресурсы все в базисном уровне то что у нас внесено в смертную нормативную базу а потом в текущем уровне по данным информационной системы в день но так как она еще в общем-то так действует через пень колода то в основном по данным фактически очень много туда нужно документов подкладывать вот значит менее трудоемкий вариант у нас когда мы идем в нашу экспертизу Санкт-Петербурга или экспертизу Ленинградской области требования бюджета такие же смертная документация в двух уровнях но там же индексация идет в каждой строке в каждой позиции свои индексы значит мы составляем два комплекта смертной документации один в базисном уровне другой уже с подключением индексов и стоимостью материалов оборудования тех ресурсов которые у нас идут с буковкой П то есть по проекту по фактическим стоимостям текущим вернее по текущим не фактическим по текущим по данным ежемесячных каталогов и единственный вариант когда нам проще всего два уровня цен смертную документацию подготовить это когда мы работаем с индексами смертную документацию составляем Минстроя это может быть и ТЭРы если они включены в федеральный реестр смертных нормативов и ФР единственный момент если финансирование идет из федерального источника из государственных средств то используем ФР если региональный спокойно берем территориальное там проще по какому почему причина почему нам проще да по одной простой причине что на сегодняшний день вот в середине десятого года нас почему-то тогда Минрегион перестал выпускать индексы по видам затрат и остались индексы единые на СМР ну а оборудование там прочее как было так и есть и мы составляем наши локальные сметы в базисном уровне а индексацию проводим в объектных сметах или вообще уже в сводном сметном расчете вот у нас получается наша документация в двух уровнях один раз составили локальные сметы дальше объектные сводные в базисном уровне вот это прелесть использования индексов Минстроя то что это получается ниже чем по данным региона это другой вопрос индексы да ниже рекомендации Минстроя что эти индексы у нас разрабатываются только для расчетов предварительных то есть для расчетов стоимости на стадии проектной документации на стадии всех конкурсных процедур за выполненной работой применять за расчеты на при расчетах за выполненной работы применять их не рекомендуются не рекомендуется не рекомендуется а других то у нас нету поэтому мы все вот на эти рекомендации закрываем глаза и работаем с единственными и неповторимыми индексами, не говоря о том, что наше государство само в своих письмах в Минстрой пишет, что письма носят рекомендательный характер и необязательный подсполнение. Одной рукой в Минстрой нам указывают, как и что нам делать, а другой рукой тут же пишет, что, ребята, это уже на ваше усмотрение, как вы сами для себя принято. Оставляем мы это, берем как закон или мы это не берем. Это вот такой момент. Что еще по прохождению экспертизы? Отменено 427-е постановление. Все, оно больше не действует. 17 января. И прохождение экспертизы сметной документации у нас теперь не достоверность сметной документации проверять будут, а на соответствие действующим нормативам. естественно, сметно-нормативным базам и всем остальным нормативам, действующим методикам, всему прочему. Новая методика по разработке индексов, пересчета. Конечно, хорошая методика, сказать ничего нельзя. Но она ничего не поменяла в подходе министерства к расчету индексов. Вот нам дают индекс ежеквартальный, но там нету разбивки, какой редакции сметно-нормативной базы этот индекс применяется. А он применяется ко всем редакциям. Это касается и ФР, и ТЭР. Он выпускается один, единственное, неповторимый. Без уточнения, какая редакция база. Есть же объекты, долгострой, долгоиграющие, которые не то, что там редакция сейчас, вот вопрос, а надо ли остаток пересчитывать, посчитан работ утвержденных проектов уже в сметной документации в редакции 2017 года, переход на 2020 год. Извините, а есть объекты вообще рассчитанные в редакции 2014 года, а есть даже еще и где остаток работ. Сейчас пусть они на финишной прямой, на завершающей, но все равно редакция 2009 года. Минстрой индексы выпускает единственные и неповторимые, без учета редакции сметно-нормативной базы. А они отличаются, как мы поняли, и каждая последующая от предыдущей в меньшую сторону. И индексами это никак не покрывается. Абсолютно. Так что это вот такой вот у нас есть моменты, которые ну никак-никак у нас не меняются, никак у нас ничего не корректируют. Вот это данность. Это данность, с которой мы будем жить до того момента, до министерства, озадачено, чтобы вернуть, пусть не индексы там по каждой расценке, по всем регионам, это может быть в масштабе государства, конечно, проблематично, но хотя бы вот индексы, как были раньше, по видам затрат, чтобы хотя бы можно было такой вариант индексации применить. Но когда это будет, сказать сейчас, очень тяжело, очень. Поэтому вот одна надежда остается, что нам хотя бы вернут вот такой вариант. Когда делалось вот все наши изменения в вопросах индексации, цель была такая, понимая, чтобы сметы, составленные вот в регионах, в федеральной базе, в территориальный тер, не отличались по итогу сильно, чтобы они более-менее совпадали итоги по общей сумме стоимости работ, примерно было одинаково, примерно. Это была сопоставимая разница. Но все равно разница не сопоставимая. Она сразу была не сопоставимая. Намерения были благие, но хотели как лучше, а получили как всегда. К сожалению, специально это, конечно, никто не делал, и именно стремление было к лучшему. Значит, что еще у нас, какие нас ожидают изменения с точки зрения прохождения экспертизы. Так как мы теперь проходим ее одновременно, и заключение у нас тоже будет одно. Достоверности нет. Сметную документацию определяют на соответствие действующим нормативным документам и проходят это одновременно, одномоментно. Скажем так. Ну, когда-то такой момент и такой принцип и был. Проходили одновременно экспертизу проекта. смертная документация и проектная документация. Это у нас уже было, мы возвращаемся просто к тому, что, от чего отказались в свое время. От чего отказались. Может быть, это было и разумно. Сначала проект проходил экспертизу по уже прошедшему экспертизу и получившему положительное заключение проекта, разрабатывалась смертная документация. На хотя бы соответствую тому, что имеет положительное заключение с тем документом. Вот сейчас возвращаемся к каким-то там старым временам. Значит, будет так. Значит, нас отменили наше любимое 427-е постановление. Внесли много изменений в 145-е постановление правительства. Вот уточнен состав и порядок представления документов, в том числе добавлен состав документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения смертной стоимости строительства, реконструкции, ну и тому подобное. в случае если и снос объектов капитального строительства, в случае если снос не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства, то есть если снос вызван подготовкой территории строительства или идет реконструкция, мы какие-то конструктивные элементы меняем, усиляем, нам нужно что-то там демонтировать, снести, то это у нас в составе именно нашей документации идет по основному титулу объекта. А бывает, что нам нужно какие-то просто сооружения убрать, их нужно снести, и на обозримый какой-то период там ничего пока не будет другого. Соответственно, у нас просто проект на снос, на демонтаж. Единственное, что у нас уже было раньше это. Если разрабатывается, не если, а именно должен разрабатываться проект организации строительства, то требование проект на снос, на демонтаж, это два разных томика. ПОС и проект организации работ, ПОС-НОС или там демонтажу, как его неизвестно. В любом случае определяется методикой 46-й. Он дает 46-м требования, представляемые к этим разделам проекта. Помимо 87-го постановления. Это обязательно. еще, чем для нас проблематично переход в таком массовом порядке на ресурсный метод. Нам сначала нужно наших проектировщиков в чувство привести, чтобы они адекватно и после делали. Даже сейчас. Не указано, откуда везутся ресурсы, куда вывозят излишки грунта, где находятся свалки, на которые мы должны вывести все отходы. На какое расстояние мы все это должны перевозить? Непонятно. То есть это вот как бы насколько наша фантазия сработает. Ресурсный метод. Мы что получаем? У нас в нашей информационной системе стоимость материалов какая? Франко-склад-завод. Все. То, что выпустил завод свою продукцию, вот до ворот. Без учета даже тары, упаковки, без всего. Ладно. Это там можно посмотреть по классификатору, по классам грузов, как там, чего мы должны упаковать, что что-то делать. А откуда у нас будет на наше строительство будущее доставляться все эти ресурсы? А будет, не будет перебазироваться техника? На какое расстояние? Будут ли промежуточные перевалочные базы? Одним видом транспорта, двумя, тремя мы будем доставлять. А все, что не прописано в проекте, все недостоверно. И СМИТ, как обычно, что просит экспертиза сделать? Исключить или привести в соответствии с проектом? В проекте нету, поэтому мы сразу хвост, уши, все поджимаем свои, у нас остается одна лапка, которой мы можем это исключить. И все. Пока не будет адекватного пота, не будет адекватных нормальных смет. сейчас тоже нам приходится сталкиваться с тем, что в среднем у нас расстояние, которое в сметных ценах на наши материалы учтено, ну, грубо 30 километров, в зависимости от класса, там плюс-менький, грубо 30 километров. Вот мы это и берем. А если у нас не 30 километров, а если мы везем на 50, на 100 километров, пусть-то ничего не отражено, соответственно, в смете мы ничего включить не можем. Кто бы, что бы не говорил. Все, нет в проекте, нету в смете. К ПОСу проектная организация любая относится как к чему-то вторичному. Ну, вот нужно номинально, чтобы вот этот томик был, но номинально мы его и сделаем. А то, что это документ, от которого во многом зависит итоговая стоимость стройки, никто не задумывается. Абсолютно. И деньги теряются. И деньги теряются. Теряются очень хорошо. Очень. Вот. Так что... Вот. Вот с 31 марта государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения смертной стоимости строительства, установленных в части второй статьи 8.3 Городостроительного кодекса будет осуществляться с учетом утвержденных смертных нормативов федеральных единичных расценок ФР-2020 на дату представления заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации. Что это значит? Это значит, что индексы мы будем применять на дату вхождения в экспертизу. И здесь у нас проблемы. Третье письмо по индексам первого квартала вот-вот-вот вышло только вышло. Третье. Но это же требование относилось и к предыдущим редакциям тоже. Люди шли в экспертизу в феврале с индексами четвертого квартала. И это у нас уже не один год идет такая ситуация. Мы определяем на момент вхождения формально мы должны применять индексы на момент вхождения в экспертизу. Но, как правило, за предыдущий период, то есть где-то 3-4 месяца до СОВГОС, как мы идем в экспертизу. Как должны быть у нас при этом отражены требования в задании на проектирование вообще к разделу смертная документация в соответствии со статьей 759 Гражданского кодекса ответственным. Кто у нас отвечает вообще за выбор смертно-нормативной базы, методы индексации, является заказчик. Заказчик должен указать, в какой смертно-нормативной базе должна быть составлена смертная документация. Ну, остальное там бывает, что указывают в ходе того, что какие зимние, временные, лимит применить, применять, не применять такой лимит на непредвиденные работы, затраты, ну, в общем, все, все, все. Ребята, это все вовсе не обязательно расписывать. Есть методика, на сегодняшний день действующая, 35-я методика, она пока действует. Действует до того момента, пока не входит в противоречие с новыми выпущенными и утвержденными методиками. Вот. Так вот, я говорю, до того момента, Валерий Матвеевич, пока не входит в противоречие. Все, что не входит, то применяем. Все, что противоречит новым методикам, мы используем новые методики только. Да, да, это касается всего. Ну, и поэтому общие такие вот требования, то, что мы включаем, что не включаем в сводный сметный расчет, в задании можно не указывать. Главное, какую мы применяем сметно-нормативную базу. И вот этот момент отразить, что индексацию проводим на момент подачи документов в экспертизу. Потому что иной раз проектная организация именно сметчики индексацию проводит на момент разработки сметной документации. А в экспертизу могут идти через несколько месяцев. Так вот, сметную документацию мы разработали, а пересчет в текущий уровень будем осуществлять на момент вхождения в экспертизу. Вот мы знаем, что мы готовим документы для экспертизы. Вот тогда мы пересчеты сделаем, чтобы 20 раз нам не гонять. Потому что все ресурсы по фактическим закупочным ценам должны обратным счетом в базу пойти, независимо от того, идете в региональную экспертизу, федеральную, неважно, все на момент вхождения в экспертизу к базе приводим фактические закупочные цены. Еще один момент не упускать. Если при расчетах по индексам Минстроя мы ресурсную часть, те материалы, которые мы берем, именно материалы, по фактическим закупочным ценам, мы делим на наш единственный индекс на СМР, приводя к базе. Если мы идем, работаем с региональным бюджетом, мы идем у нас на Зодчево-Россе или на Малоохтинском в областную экспертизу, неважно, в региональные наши государственные экспертизы. Внимательно смотрите, у них в каталогах сметных цен в технической части, там вот в указании или где-то там дальше есть индексы пересчета по классу груза, по видам материалов. Они разные, они ни в коем случае не применять индекс к той расценке, к той строчке, где у нас работа идет, строительные, монтажные работы, неважно. Не индекс к работе, а общий индекс по виду материала. Давайте прервемся, если вам нужно, давайте прервемся. Перерыв закончился, и мы продолжим дальше нашу лекцию, наш семинар. Значит, проверяем теперь нашу экспертизу на соответствие сметную документацию на соответствие нормативным документам, в первую очередь на что? На соответствие новой сметно-нормативной базе ФР-2020. И получать мы будем заключение государственной экспертизы проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости. Вот что у нас будет. Сейчас немножко изменились требования вообще к оформлению самому экспертного заключения экспертизы. Что еще у нас? Законодательно закреплено положение, по которому оперативное внесение изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий возможно в сроке и в порядке которые установлены договором но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы. То есть по прохождению экспертизы мы можем какие-то корректировки проводить но не позднее чем за 10 дней до окончания экспертизы. чтобы экспертиза могла проверить наши внесенные изменения. Иначе это все будет незаконно. То, что я говорила по определению начальной максимальной цены контракта это цена контракта заключаемого с единственным поставщиком предметом которых является строительство реконструкция капитальный ремонт снос объектов капитального строительства здесь возникает такой вопрос. Да, мы определяем начальную цену для капитального ремонта для сноса. А нужно ли будет нам делать такой расчет как с метаконтракта в этих случаях? Не нужно. То есть на все объекты где нам на все работы не требуется получение разрешения на строительство. Мы можем работать как и работали то есть мы можем не проходить даже с бюджетными деньгами госэкспертизу не составлять смету контракта то есть мы как работали так и продолжать будем работу в случае если нам не нужно будет получать разрешение на строительство. вот такой вот момент кратко по смете контракта она является основанием для формирования первичных учетных документов предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете в том числе используемых для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы а также при проверке выполненных работ контролирующими органами внесение изменений в смету контракта осуществляется в случаях установленных федеральным законом 44 ФЗ то есть в самой методике в самой методике вот 841 приказе у нас есть формы мы в четверг все это будем внимательно смотреть с вами формы ведомости объемов в каком виде нам нужно будет это делать формы самой сметы контракта формы которые мы сейчас и делали и делаем которые мы называли сличительными ведомостями сопоставительной сметой вот это вот сличительная ведомость то есть итоговая ведомость объемов там форма есть и итоговой сметы формы есть где четко у нас будет указано то что было по проекту и то что получилось по факту все плюсы и минусы то есть то что мы делали вот скажем от себя государство нам все это облекло в такую красивую форму ну да единую для всех а не так что в одной организации это вот в таком виде в другой в другом виде как понимаем как в каждой организации это удобно для чтения для восприятия было принято государство нам установило единые общие для всех формы дало разъяснение по заполнению этих форм по расчету то есть смета контракта будет основываться все равно на исходной той смете которая была разработана к проекту прошла экспертизу получила положительное заключение то есть источником является эта смета предел по смете контракта это та сумма которая является у нас начальной максимальной ценой с учетом коэффициентов тендерного снижения то есть итог за который подрядчик выиграл в конкурсе и согласен выполнять работу то есть там вводятся не только дефляторы на изменения но и индексы тендерного снижения коэффициента тендерного снижения то есть итог смете контракта и вот тут вот мы в четверг будем обсуждать а как нам это делать там есть данные как нам проводить оплаты рекомендации в приказе как нам проводить оплату работ по смете контракта потому что оплату работ если смета контракта у нас является неотъемлемой частью наших там договора контракта соответственно выполнение работ мы тоже по ней проводим оплату выполнения работ мы проводим по этой смете и вот как нам делать как нам действовать значит нужно понять будет в том случае или как будем оплачивать целиком весь комплекс учтенный там в этой позиции в договорной цене в этой смете контракта или как какие у нас есть возможности оплачивать поэтапно на каждом конструктивном элементе на каждом там узле чтобы понимать какие есть возможности у заказчика оплатить подрядной организации как нам это трактует государство и соответственно подрядной организации получить деньги за тот объем фактически выполненный в пределах этого вот в этой позиции будем смотреть здесь вот такие у нас есть немножечко шероховатости потому что до конца это все не отработано я понимаю что это только вышло про новую базу вообще говорить тяжело в июле поручение было президента к первому января разработать новую сметно-нормативную базу ну что за это время можно было успеть ну вот то мы и получили потому что нормально разработать новую сметно-нормативную базу это как минимум год собрать всю информацию обработать все нет но информация это была это же не в безвоздушном пространстве существовало тем более разработкой занимается главгосэкспертиза при проверке проектов при проверке достоверности сметной стоимости данных собирается много информация есть как бы исходная вот поэтому да за год конечно можно было то есть не к первому января двадцатого года а вот к первому января там положим двадцать первого года можно было нормально получить на хорошую современную сметно-нормативную базу убрав из нее все то что вообще вообще сейчас не существует абсолютно есть часть расценок вообще вот я хочу спросить вы с Валерием Матвеевичем не обсуждали вообще что у нас с этой базой как вот значит завтра он вам все это и расскажет завтра у нас появились в принципе в принципе так сказать в общем изменение в сторону увеличения количества расценок но при этом по некоторым сборникам есть уменьшение там за счет чего-то там уменьшается за счет чего-то увеличивается есть объединение расценок вот есть такие моменты где вместо например шестнадцатитонного крана вводят сорокатонны или наоборот вместо башенного крана вводят высотные подъемники что вообще ну на мой взгляд просто в большинстве случаев недопустимо абсолютно ну наверное разработчикам сметной базы виднее ну как так сказать тяжело ну вот все эти изменения да и привели к снижению итоговой стоимости смет пока не делала но попробую для себя такой момент взять смету составленную ну пусть вот в редакции семнадцатого года пересчитать сейчас ту же смету перевести вот в редакцию двадцатого года какая получится хотя бы в базисном уровне вот разница потому что индексы одни и те же здесь абсолютно не имеет значения никакого все будет плясать от базисной стоимости вот расхождение есть расхождение в очень многих сборниках очень многих ну вот Валерий Матвеевич вам завтра все все это расскажи потому что честно есть и анализы базы и все я для себя начала тоже делать этот анализ просто тупо набирая в одной базе в другой и сопоставляя расценки выбирая расценки не смету а просто создавая разделы сборника вот смета разделы сборника одна редакция другая редакция вот в чем разница потому что вообще анализы сметных баз есть сейчас в интернете найти можно и неутешительные анализы неутешительные первое что мы все ждали что все таки уровень будет не 1 января 2000 года и не основываться на механизмах на материалах на всем что плавно перекочевывает из базы 84 года единственное что радует что радует вернули мелкие вот этот инструмент мелкие механизмы вот инструмент вернули почти всюду и вернули в монтажных сборниках вот эти 2 процента на неучтенные материалы вот это вот вернули но это все равно не спасло положение не спасло ну хотя бы все таки хоть что-то вот это вернули это есть а остальное ну подробно завтра все тут знаете теперь вот возникают у нас такие моменты а в каких случаях мы можем применять фэр а в каких терр вот что нам делать вот здесь у нас пока действует 35 мдс в пределах этого вопроса вот значит территориальные сметные нормативы в соответствии с 35 мдс предназначены для организации осуществляющих строительство или капитальный ремонт на реконструкцию соответственно то есть строительно-монтажные работы сейчас это мы все говорим строительство на территории соответствующей субъекта Российской Федерации независимо от их ведомственной подчиненности и источников финансирования выполняемых работ небольшой нюанс если у нас финансирование осуществляется из федерального бюджета предпочтение все-таки фэр идем если в госэкспертизу то берем фар момент софинансирование рассмотрим вариант софинансирование из разных источников бывают такие случаи что у нас финансирование идет там например из трех источников из трех уровней это может быть федеральный бюджет региональный бюджет и может быть при этом собственные средства заказчика финансодержателя или у нас была такая программа ремонт реконструкция ветхого жилья когда использовались средства собственников жилья многоквартирные дома вносились в работы в оплату работ там деньги с участием ТСЖ как нам в этом случае действовать вот как нам делать начнем с того что если это жилищный фонд там фэр вообще без всяких вариантов даже не обсуждаемо независимо ни от чего берем только средства собственников жилья берем из средства регионального оператора средства на ремонт жилья только фэр независимо от того чьи деньги только если у нас не жилищное строительство у нас промышленное строительство у нас там какое-то гражданское строительство идет если федеральный бюджет внос хотя бы рубль то лучше всего считать все по фэрам независимо от того что есть территориальная база которая находится в федеральном реестре сметных норматив предпочтение отдавать фэр если федеральный бюджет никак не задействован не рублем то естественно где находится объект еще момент где находится объект мы считаем по той базе у нас даже в Петербурге в нашей Ленинградской области вот областные объекты областная клиническая больница находится на Луначарского на территории Петербурга подчинение областное но нахождение объекта Санкт-Петербург значит все работы связанные с реконструкцией с ремонтом этой больницы все мы считаем по сметным расценкам Санкт-Петербурга или там может быть фэр применено то есть то что скажет заказчик но ни в коем случае мы не можем применять областную базу хотя подчинение областное Петродворец берем сколько там работ реставрация это вообще у нас отдельная песня это только вызывает слезы этот вопрос все работы связаны не с реставрацией а с ремонтными работами с реконструкцией каких-то инженерных сетей подчинение федеральное и расценки фэр реставрация если выполняются работы по реставрации объектов подчинение федеральное или Ленинградская область то мы применяем только базу старую ССН 1984 года только то что вошло в федеральный реестр если сам объект охраняемый государством финансирование идет это у нас региональный уровень объекта финансирование идет из средств Санкт-Петербурга из региональных средств значит здесь наш гиоп Санкт-Петербурга абсолютно хорошо принимает нашу базу тер реставрационную Дальше уже с вопросами экспертизы тоже некоторые сборники принимают наши экспертизы на зодчево-росе даже по научным работам для расчета стоимости проектных изыскательских работ по экспертизе некоторые не принимают но здесь уже такие скажем индивидуальные восприятия что кто считает кто как трактует единственный момент все что касается бюджета все что касается индексирования работ связанных с реставрацией все положения министерства культуры последний раз индексы утверждались и выпускались министерством культуры в 12 году в начале года и до сих пор то есть на все сами работы реставрационные 12 год на проектные работы 4 квартал конец 11 года все нового ничего министерство культуры не выпускало новая смертно-нормативная база блуждает между министерством культуры и министерством строительства иначе это не назвать начиная с 15 года не утверждена до сих пор это вот я вам информацию если вдруг придется не дай бог столкнуться с реставрационными работами не дай бог иначе это не назвать просто вот в пределах этих индексов в пределах этих сумм приходится выполнять потом работу вот прошло уже ну 8 лет прошло как утвердили индексы последний раз министерстве культуры ничего не поменялось для петербурга если я правильно помню индекс на реставрационные работы для петербурга так как база 1984 года 251 и 3 по-моему если я не перепутала ну там это письмо оно в принципе есть вот это вот что у нас идет вот такое все зависит конечно от местонахождения объекта и от источника финансирования выбор сметно-нормативной базы к сожалению к сожалению приходится сталкиваться с тем что сам заказчик сам заказчик не всегда понимает а какую можно применить базу для расчета что да да к сожалению бывает такое вот звонят например разработчику там сметных программ которые они пользуются какую нам базу можно применить или еще там что-нибудь вот ну что сделать но к сожалению не у всех же есть заказчиков специалисты в своем штате которые могут совершенно адекватно все это сделать выбрать и сметно-нормативную базу и грамотно задание составить и все к сожалению не у всех это есть поэтому ну что тут можно сказать можно только посочувствовать значит такой вопрос по возможности применения расценок сметно-нормативной базы нашего регионального центра Санкт-Петербурга РЦЦ Санкт-Петербург на в каких случаях их можно применять в каких нельзя мы сейчас не будем обсуждать качество базы конечно наш региональный центр реагирует быстрее чем государство на введение новых технологий новых материалов все это но эти расценки вот эта база она отсутствует в федеральном реестре сметных норматив соответственно для объектов финансирование которых осуществляется из бюджетных средств она не применима ни в каком случае абсолютно возможно только в случае собственные средства вот стопроцентно инвесторы собственных средств все будет осуществлять финансирование или это частный инвестор какой-то осуществляется частная строительство то да абсолютно нормально хорошо применять эту базу по вопросам индексации когда говорят что индексы у нашего регионального центра намного выше чем у центра мониторинга могу сказать нет от периода к периоду бывают месяц что региональный центр немножко повыше бывает месяц что наоборот центр мониторинга у них немножко повыше то есть в среднем примерно одинаково в одном регионе исходные данные примерно одинаковые берутся поэтому методика расчета индексов одинаковая на сегодняшний день одинаковая поэтому сказать что один центр значительно превышает их индексы по сравнению с другим с тем что дает например наш РЦЦС и центр мониторинга то бишь администрация Санкт-Петербурга сказать нельзя в среднем вот так вот если даже брать не год даже взять квартал в среднем примерно одинаковые разница очень незначительная если получается поэтому там разница скорее за счет того что применяют те расценки которые отсутствуют в бюджетной базе расценки с учетом новых материалов новых технологий отсутствующие в бюджетной базе вот за счет этого они более актуальны они ближе к существующей действительности за счет этого может получиться дороже немножко сами работы значит в каких случаях мы можем пользоваться с вами старыми или там новыми нормативами вспомним о том что у нас в 17 году еще в июне 30 июня приказом 946 были признаны не подлежащими применению старые методики разработанные для баз редакции вот то что у нас вышло в 2003 году там в 2009 в 2014 году наши старые редакции баз были отменены значит методики 36 37 38 40 27 если 40 отменили попуск наладки то 27 действует до тех пор остались у нас из старых 35 до того момента пока не входит в противоречие с новыми методиками на тот момент пока она не входила в противоречие с методиками 17 года сейчас уже 19 года 25 33 34 значит по поводу новых проектов методик проектов методик новых которые у нас мы все ждем что вот войдут будут утверждены минюстом вернее зарегистрированы минюстом будут войдут у нас в действие значит что мы сейчас ждем мы сейчас ждем новые у нас по временным зданиям сооружениям по удорожанию работ в зимнее время самое важное у нас три новые методики это методики по ждем вот все накладным расходам по сметной прибыли и методика которая должна заменить 35 МДС значит если по накладным расходам особых изменений с действующими на сегодня методиками нет самое важное что у нас будет одна методика вместо двух там будет объединены регионы с нормальными климатическими условиями с регионы крайнего севера и приравненные к ним то есть там в таблице просто разные графы будут то требования что у нас входят в накладные расходы какие затраты практически не меняются немножечко по процентному отношению чуть-чуть совсем небольшое в некоторых позициях изменения так вот пока сейчас просто тяжело сказать что пока она не утверждена что вот тут вот точно у нас будет изменение мы не знаем что произойдет она еще в процессе обсуждения я пока до конца не утверждена как бы не передана что нас ждет в методике в новой по сметной прибыли вот здесь государство нам предлагает вернуться к методу который был у нас в базе 84 года к расчету сметной прибыли не от фонда оплаты труда а от прямых затрат прямые затраты плюс накладные расходы в процентном отношении процент от 5 до 10 процентов в зависимости от отрасли 5 8 и 10 процентов в зависимости от отрасли новая методика по определению стоимости строительной продукции проект этой методики предусмотрен вернее он разработан полностью ориентированным на ресурсный метод и естественно если мы можем ожидать сейчас регистрацию там окончательное утверждение уже в Минстрое передачу на регистрацию в Минюст наших методик по накладным расходам сметной прибыли новых нормативов по временным зданиям сооружениям по удорожанию работ в зимнее время по службе технического заказчика то пока не будет принято окончательно решение остаемся мы базисно-индексным методом или вся полностью страна переходит на ресурсный метод до этого момента введение в действие новой методики под вопросом остается то есть здесь еще и рассматривается влияние вот сейчас BIM-технологии на составление сметной документации то есть все все новые какие-то изменения веяния все это пока пока вот эта новая методика остается на стадии рассмотрения и сказать когда она будет введена в действие здесь от многих слишком факторов зависит введение ее в действие даже утверждение в минстрое остальные методики они никак не зависят от того каким методом мы будем составлять сметную документацию абсолютно что базисный индекс что ресурс расчет накладных расходов сметной прибыли никак не зависит от метода составления тем более лимит на определение затрат на временные здания на зимнее заражение каким способом не составляй главное что учтено в самом нормативе сами эти нормативы по сути перепевают новые проекты на временные здания на зимнее дорожание то что у нас было объединяя в себе сразу на новые работы и реконструкцию норматив и на ремонтные работы есть небольшие изменения в лимитах самих затрат но тоже говорить сейчас пока не завершено обсуждение очень тяжело можно сказать что да вот это поменялось окажется что нет это вернули или убрали поэтому это пока в стадии рассмотрения находится у нас новые вот то что нам утверждено все зарегистрировано минюстом это вот то что у нас есть наши новые методики все и наши новые приказы то есть у нас новые методики по определению стоимости ресурсов то есть зарплаты наши механизмы машины там механизмы материалы транспортные затраты естественно на материалы вот методика по применению сметных норм то бишь ГСН по применению единичных расценок сейчас что хорошего вот в этих методиках по применению сметных норм по применению единичных расценок нам не нужно думать о какой коэффициент в каком случае мы можем применить на условия производства работы раскрываем таблицу новая строительство по графам видно строительные работы сборники на новое строительство на ремонтные работы 46 сборник там монтажные все сразу видно пусконаладка в каком случае при этом титуле стройки какие коэффициенты на условия производства работ и так все реконструкция капитальный ремонт разобрано все по полочкам вот в новых методиках это конечно очень удобно и двоякого чтения уже нету у нас есть таблица где все расписано в зависимости от того какие расценки мы применяем главное чтобы четко условия производства работ были прописаны в после дальше с методикой проблем не будет новые методики более подробные в своей описательной части в своих пояснениях они больше они подробнее более емкие в этом вопросе но каких-то новшеств не вводят просто более подробно разъясняют все положения если у нас был коэффициент на применение нержавейки он и остался такой были коэффициенты на заготовительно складские расходы вот три варианта они и остались ничего другого нету абсолютно коэффициенты на условия работ тоже практически считаем остались почти без изменений просто больше конкретика меньше полета фантазии ну соответственно потом меньше споров с экспертизой или подрядчика с заказчиком все четко прописано все смотрим в проект да нам проектная организация четко прописала в КОСе какие условия предполагаемые работ если мы выполняем капитальный ремонт как нам отразить условия будущих наших ремонтных работ в дефектной ведомости остается нам только отражать в дефектной ведомости где мы будем указывать что вот такие и такие работы будут в таких таких условиях проводиться мы же пишем какие работы какие дефекты какие работы нам нужно провести чтобы устранить эти дефекты соответственно и прописываем в каких условиях эти работы будут выполняться а здесь такой вопрос дополнительные работы вызваны вообще новые какие-то работы которые никак не учитывались вообще ну да тем более тем более ремонтные работы там крайне сложно заранее все уже предусмотреть до последнего шага значит составляется акт как обычно акт на необходимость выполнения этих работ вообще подрядчик должен обратиться к заказчику что вот возникли такие и такие моменты что не учтены такие и такие работы составляется значит заказчик согласен да что это нужно сделать тем более если дальнейшие работы бессмысленны без выполнения неучтенных да авторский за счет лимита на непредвиденные только потому что непредвиденные работы затраты нам нужно всегда расшифровывать вот это идет за счет непредвиденных ну и в идеальном случае за счет вот этих вот 10 процентов которые нам закон трактует при том что заказчик сможет эти 10 процентов потом получить вот здесь вот ловушка такая законом прописано что если это реально надо сделать это доказуемо то значит можно увеличить стоимость в пределах 10 процентов гражданский кодекс нам что трактует стоимость работ подрядчика это стоимость всех совокупных затрат на выполнение работ по договору ну так своими словами при этом у бюджета есть фиксированная предельная стоимость работ и возникает момент это интересно в том плане что эти все документы государственного уровня а не чьего-то там желания если учесть еще что вообще-то гражданский кодекс находится над градостроительным так по большому счету но очень во многих своих положениях касающихся именно финансовой стороны вопроса градостроительный кодекс и остальные приказы минстроя противоречат гражданскому кодексу то что у нас возникает у нас возникает разборки в арбитражном суде здесь тоже такое вот решение нельзя сказать что всегда выиграет заказчик или всегда выиграет подрядчик как как воспримет жалобу иск именно судья как среагирует много если поднять вот решение верховного суда в тех же наших правовых системах любой то у нас что возникает достаточно много случаев когда выигрывает подрядчик заказчика обязывают выплатить ему там энную сумму то что подтверждено документами а где заказчику взять на это деньги и заказчик получается в очень такой сложной ситуации да есть решение суда что он обязан выполнить тем более что он сам подписывал документы он согласен был на увеличение каких-то объемов работ на то что дополнительные какие-то работы будут выполнены при этом денег у него на это нет что делают мудрые гипы мудрые и заказчики да на все согласны без изменения сметной стоимости такая маленькая ремарочка без изменения сметной стоимости да поэтому ты сделай дорогой все я тебе скажу огромное спасибо даже руку пожму но денег у меня нету да это то же самое что у нас материалы в смете по фактическим закупочным ценам подрядчик приносит акт выполненных работ в котором есть пункты где материалы по фактическим закупочным ценам он что должен сделать он к этому акту должен приложить документы подтверждающие факт закупки по этой цене нет это не имеет права вообще требовать заказчик сейчас если раньше был документ только товарно-транспортная накладная то сейчас у нас такой документ объединяющий в себе товарно-транспорт но и счет фактуру забываю как да вот все это единственный документ больше ничего не нужно просто копия и ставят печать копия верна и потому что оригинал естественно остается в бухгалтерии значит что мы делаем мы прикладываем эти документы если мы прикладываем реальные документы ничего не придумываем ничего бывает что нужно заказчику вот есть требования особенно это у муниципалов когда они просят чтобы ну запали цены вот что в смете то и в каэске должно быть вот как хочешь так и делай подрядчик прикладывает реальные документы о закупке своей здесь может быть два варианта развития событий первый что он приложил документы в которых отражены все его скидки естественно может получиться чуть-чуть ниже чем то что учтено в смете вот это вот чуть-чуть ниже он не получает на бюджете твердая договорная цена это условия выполнения всех видов и объемов работ вот материал чуть другой цена у него другая все он получает деньги на бюджете ровно столько сколько он потратил если у него реально вот пока там суть да дело все а цены то подорожали и материалы вышли дороже чем то что заложено в смету он получает в пределах сметного лимита в пределах подписанного контракта все что сверху большое спасибо если не удается вот в эти 10% попасть получить эти 10% у финансодержателя а финансодержатель естественно должен еще их получить подтвердение в минэкономразвитии то есть вот применение фактических закупочных цен очень часто при составлении смет говорят что вот сметная цена на какие-то позиции значительно ниже чем их реальная закупочная цена ребята смотрим на другие позиции где значительно выше нам нужно понять в среднем стоимость наших материалов ну попадает в факт или нет чем больше мы будем использовать сметных нормативов по ценам на материалы из сметных справочников тем меньше у нас головной боли по итогу что у подрядчика что у заказчика максимально использование сметных цен но здесь тоже брать сметные цены на материалы и писать применительно недопустимо только реальные цены вот есть там положим кирпич вот он в сметных ценах эта марка есть вот мы ее и берем там арматура я не знаю краски там какие-то конструкции все что вообще есть в сметных сборниках максимально если мы можем найти берем компенсировать какие-то недочеты вот эти несоответствия фактическим ценам только за счет того что пересмотреть во-первых все ли работы и все ли затраты в смете учтены очень очень часто мы теряем мы теряем мы теряем мы не смотрим состав работ ну расценка у нас же звучит вот так как звучит название этой работы а то что внутри там не все учтено по составу работ по технологии производства этих работ не все учтено или по работам или по ресурсам соответственно мы смотрим а что еще мы должны какие у нас так не учтено вот это вот это значит какие еще у нас есть расценки чтобы мы могли это учесть не потерять затраты ведь очень легко проверить правильно сделано смета или нет но это вариант только когда вы делаете своими силами значит вот у нас есть смета и есть калькуляция своих затрат мы же всегда если своими силами знаем какую зарплату на какую работу мы заплатим сколько стоит материал доставка этого материала мы не забудем то что у нас прораб вообще сидит зарплата прораба в накладных расходах мы тоже это не забудем его же и вообще работу всей конторы нужно учесть накладные не потерять прибыль какая-то все-таки должна быть все мы все работаем работа не ради работы вообще-то любая работа должна организации приносить прибыль это не значит что сверхприбыль не прибыль должна быть чтобы организация могла развиваться а не бежать к банкротству вот когда мы все это учтем и посмотрим вот у нас есть наша смета вот есть наша калькуляция наших затрат в принципе в принципе понятно что не до копейки они совпадут но в нормальном таком приближении они совпадают окей мы сделали правильно смету так вот по всем то есть еще такой момент мы берем в работу не один вид какой-то у нас будет в договоре работ а несколько видов работ один у нас может быть с нулевой прибылью другой будет с большой прибылью а третий вообще может оказаться чуть-чуть убыточный в общем но общий итог по этому договору у нас с прибылью и нам стоит в него ввязываться но если мы видим что у нас мы пытаемся выиграть там в процессе всех конкурсных процедур опускаемся что называется ниша плинтуса и нам дай бог чтобы материалы за эти деньги купить вот зачем такие вообще действия зачем силой свои всегда нужно рассчитывать и не действует так что война план подскажет сейчас мы главное выиграем а дальше там ну мы найдем на чем еще найти неважно бюджет не бюджет крайне сложно потому что любой инвестор платящий деньги из собственного кармана то бишь из средств своей организации считает еще более тщательно чем бюджет там за каждую копейку с тебя спрос возьмут поэтому всегда нужно заранее вот смотреть насколько выгодно насколько оправдано заключать договор по одному или другому объекту по одной там по одному или другому виду работы еще учитывать да раньше в советские времена стопроцентное оборудование заказчик закупал сейчас заказчик зачастую за подрядчику пускай у него голова болит зачем мне это нужно такая хвороба пускай подрядчик мне что называется под ключ все отдаст полностью закупает заказчик только какое-нибудь очень хитрое оборудование очень специфичное хитрое такое оборудование оборудование лифты на подрядчика о чем вы говорите так нет они включаются в сумму контракта обязательно но закупку не просто монтаж а и закупку все подрядчик пускай осуществляет я говорю на себя закупку даже не монтаж а закупку оборудования берет заказчик сейчас только в случаях ну такого специфичного какого-то что называется хитрого оборудования которое вот именно вот это нужно и не дай бог что-то другое чтобы заказчик не решил что я там ну вот по названию вроде по характеристикам подходит но дешевле я сейчас сэкономлю есть случаи когда не надо экономить вот стоит там дорогое все но именно вот это и ничего другого и поставщика другого нам не надо вот такие вот моменты а так ну вот что у нас идет новое сейчас то что вышла база новая пересчет наш союз смитчиков дал такое разъяснение что с вступлением в силу новой сметно-нормативной базы остаток пересчитать при этом ранее в прошлом году он сам давал там конец восемнадцатого года он сам давал разъяснение наш союз смитчиков что расценки примененные вот утвержденной сметной документации не зыблемы дополнительные работы по той же базе и теми же расценками если совпадение идет с уже примененным есть такие виды работ утвержденной сметной документации то есть вот как было так и считаем дальше при этом почему-то сейчас дает вот такое разъяснение мое мнение сметная документация которая по которой идут работы которая уже утверждена все она не меняется хоть там 10 лет еще у нас объект техническая часть но не сметная вы сдаете объект вот если в процессе работ поменялись требования к какому-то разделу проекта техническая сторона вопроса поменялись например требования по пожарной безопасности там к вентиляции к электроснабжению там еще что-то да но требования меняются да да или заказчик должен остановить стройку в данном случае да да остановите примеров таких очень много даже в Петербурге получите значит нет когда вы подвели к сдаче в эксплуатацию к сдаче во-первых извещается сразу инвестор нет это не ну и что это не ну и что значит объясняются причины это уважительная причина это в свое время почему не обязательно это если очень очень испорченные взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком если они по-русски говоря разлаялись в процессе производства работ здесь такой момент пожарка не тянет за собой изменения всех внутренней всей внутренней отделки она ведет только изменения пожарки вы знаете если бы я не была в шкуре заказчика много лет я бы не спорила сейчас с вами уметь нужно договариваться подрядчику заказчиком и наоборот и еще заказчик грамотно вести работу с техноотзором то бишь то бишь даже не с техноотзором вернее а с гасном и с ростехноотзором нет чтобы да проект нужно привести соответственно работы новым требованиям но когда ты нормально с ними работаешь нормально работа идут не полгода на таких объектах а не один год вот в процессе вот этого не одного года нужно быть с принимающими органами очень лояльными очень уметь договариваться и вот когда ты умеешь договариваться вот эти же органы тебе подсказывают как выйти в этой сложной ситуации победителем деньги в подобных ситуациях государство в основном добавляет когда умный заказчик да нет при этом да я говорю что государство но я же сейчас вам не сказала что оно завтра добавляет объект может простоять и два и три года и государство добавит потом объект стоит не сданный подождите вот сейчас то что идут подождите ну большие застройщики закрываются не из-за этого они закрывались и раньше аппетиты неправильно так сказать расставлены приоритеты в их потреблении в аппетите скажем так в крымский мост вливали без счета деньги давайте не будем приводить примеры крымский мост олимпийские объекты и космодром восточный это те и наша арена спортивная нет туда без счет навливались деньги мы берем реальные объекты не надо это не объект для примера там не считались деньги никогда а следственный комитет приходит на все ну я вам не буду говорить что ко мне тоже приходил следственный комитет и я четко знала где у меня лажа но тем не менее я полдня провела в следственном комитете до очумения а результат моего сидения там был в действиях состава преступления не обнаружено это грамотная работа специалистов я не просто я вам говорю что вы поймите не примеры вот такие то что вы сказали объекты это не примеры мы берем такие нормальные простые объекты вот некоторые знаете что я не могу свою голову вот я сейчас честно могу сказать поставить каждому на плечи у меня даже говорили проверки я не говорю что я сама работала по итогу нет это пример это пример работы специалиста когда проверяющие говорили по итогу подписывая уже акты что черт возьми у нее же есть нарушение ну ее же не поймать у нее идеально все и мы пишем нарушения нет вот так надо работать почему я говорю нужно уметь работать и с ГАСНОМ и с Ростехнадзором не ругаться не вставать в позицию что а вот в законе там в приказе написано а это мы еще мы пока с этим еще даже не работаем мы должны 31 мы не знаем нам могут 30 преподнести пилюлю что уважаемое сообщество наше что у нас 31 не ведется действие вспомним 14 год у нас когда должна была войти в действие редакция там по-моему в конце февраля перенесли на 28 апреля ну тогда все смеялись слава богу не на 1 апреля перенесли вот я помню на 28 апреля поэтому поживем увидим у нас еще есть неделя до вступления в силу новой смертно-но-нормативной базы все требования по прохождению экспертизы вошли в полную силу только 15 февраля нормальная экспертиза по новым требованиям еще не заработала до конца все что вошло в феврале в экспертизу идет по старым требованиям единственное не применять 427 постановление вот 145 при это самое постановление и все остальное все то же самое представлять документы в электронном виде как был 783 приказ так и есть форматы документов никак не меняются это давно определено то есть по сути вот для нас что поменялось да ничего вот глобально ничего не поменялось новая будет смертная база заработает слава тебе господи ну хорошо значит вновь разрабатываем смертную документацию мы будем считать по новой базе пока если мы не идем завтра в госэкспертизу и там послезавтра у нас не пойдет документ если мы разрабатываем так сказать для внутреннего пользования организации мы спокойно можем применять базу 2017 года нам никто не запретил тем более если мы можем работать стерр да ради бога мы будем работать стерр методики для работы стерр применяемые к ним не отменены пока у нас все в федеральном реестре есть все мы можем этим пользоваться у нас единственная сложность вот если нам нужно пройти госэкспертизу госэкспертизу то мы сейчас должны уже были отдавать смертную документацию вот этот том разработанный в базе 2020 года заключение получаем после вступления в силу базы вот поэтому нам нужно сейчас сдавать а у вас еще вы получили замечание уже ну и хорошо потому что такие вот здесь такой момент один эксперт смотрит так другой так слава тебе господи фэры а другой терры есть в федеральном реестре почему не применить это это наша петербургская филиал в москве теперь еще один момент в москве глав госэкспертиза самая интересная в общем-то так сказать наш основной для федерального бюджета орган и в регионах по-разному все трактуют вот самое смешное с приходом скажем так нового руководителя в наш филиал нет запомнила я не запомнила ну нас что волнует нас волнует наши проблемы нас только наши потому что вот на сегодня у нас вот так вот а подробно подробно мы все это будем вот в четверг как нам что какие формы кто за что отвечает откуда какой мы возьмем дефлятор как мы что сделаем как мы что посчитаем в экспертизу нет это потом это уже да это работа для заказчика вы знаете очень тяжко хотя хотя двух государственных я знаю которые слушают все не 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 это уже это все вот утвердил он там грубо сто тысяч хоть там пятьсот будет а вот сто заплатят и не копейки больше да да это да но наш комитет он даже не заказчик он финансодержатель все наши комитеты они финансодержатели а вот Продолжение следует...